Раз, два, три, давайте проверим звук, как меня слышно. Если хорошо меня слышно, ставим в чате плюсики. Как меня слышно? Отлично, да? Всем хорошо слышно? Шикарно, шикарно. Поехали, ребят, поехали работать. Доброе утро, мои родные люди, у кого утро, у кого день, день, ну и кого вечер, вечер. Вот такой у нас масштабный проект от утра и до вечера, вот такой он географически необъятный, вот такая у нас огромная дружная команда. Всех приветствую, рада всех видеть, слышать, потому что я действительно вас слышу, я не просто вижу ваши фамилии и циферки в чате, я слышу каждое биение вашего сердечка, поэтому ужасно за вами соскучилось. Кто меня еще не знает, узнаете. Возможно, вам уже спонсоры давали смотреть мои вебинары какие-то, но вживую еще, наверное, не слышали. Поэтому добро пожаловать на рабочий обучающий вебинар «Первые шаги новичка. С чего начать новичку». Для новичков сразу информация, дорогие мои друзья, особенно мы вас там видим в конце списка нашего, вот с правой стороны у нас бежит чат, не чат, а фамилии наших посетителей, да, и там без номерные товарищи. Дорогие новички, обязательно узнайте у ваших спонсоров, лидеров, вашу командную цифру, потому что уход на все наши вебинары под номером команды. У нас тут утренние вебинары, теперь уже мы возобновили после летнего дня. Перерыва на 11 часов, как вы уже заметили, по Москве, по Киеву. В понедельник стартанула Анна, да, вчера была Анна с планеркой, сегодня я, завтра будет вебинар. Есть звук, ребят, если корректируйте, помогайте партнерам, потому что я вещаю, вроде как все нормально, что у вас, если есть, помогайте человеку, может быть, перезайти нужно ему. Новичкам привет. Поэтому для новичков, еще раз повторяю, вход под командной цифрой, да, у ваших команд, у всех, у ваших директоров есть ваши цифры. Я показываю на примере своей команды, директора все знают своих партнеров, своих новичков, а чужаков мы сюда не пускаем, потому что мы работаем для своей команды. Вы входите на вебинар, при входе в вебинарную комнату у вас открывается окошко, вы проходите по ссылке, открывается окошечко ввода, и вы пишете командную цифру, ваш текущий, скажем так, статус, он на секунду пропадает, потом появляется, это не страшно, это особенность интернет вещания и работы. Вы ставите после вашей цифры букву вашего статуса, то есть P это партнер, да, от 0 до 6, M это менеджер от 9 до 22, 24 Украина и D директор. Обязательно это прописывайте, я рекомендую также ставить в скобках фамилию вашего лидера, потому что, чтобы понятно было, да, мы команды растущие, постоянно у нас появляются новые лидеры, поэтому правила входа едины для всех. Не важно, вы лидер, вы новичок, вы менеджер, это командная работа, работаем все вместе, потому что имейте в виду, что если не будет командной цифры, модераторы будут вас удалять. Такие правила, у нас должна быть своя какая-то дисциплина, свое какое-то уважение внутреннее, да, мы уважаем вас, вы уважаете нас, нам всегда понятно, кто пришел на вебинар, просто Наталья или просто Лена или просто Паша, непонятно, кто это, чьих товарищ будет, да. Мы работаем для своей команды, команды проекта «Экспресс-карьера». Выйти из комнаты нужно и зайти по-новому, нажать «Войти», откроется табличка доступа, вместо снова «Алекс», непонятного, ни для кого, в данном случае ввести командную цифру, ваш текущий статус и написать ваше имя, фамилию, в скобках фамилия вашего лидера, спонсора. Все, думаю, здесь вопросов не возникнет, поэтому будьте добры, входите, пожалуйста. Вот, посмотрите, пример рядышком, да, видите, ну, это новички позаходили неправильно, возможно, потому что не знаю, потому что новичков нужно, у нас такая с вами работа, все время повторять одну и ту же информацию, да. У нас люди приходят каждый-каждый-каждый день, и, конечно же, далеко не все знают. Если на открытые вебинары на 13 часов по Москве и по Киеву можно еще прийти без командного номера, потому что это открытый вебинар как для новичков, так и для кандидатов, то уже на обучающие, утренние. Ну, вот, когда будете входить, пишут, Алла Мазур точно имеет командную цифру, я прекрасно знаю Аллу Мазур, есть командная цифра, у нее узнают, она вам все скажет, замечательный, прекрасный лидер, спонсор, человек. Поэтому на вечерние вебинары по рекрутингу модераторы 100% вас будут удалять, и я в том числе буду не злым модератором, но буду следить за порядком. Все, поехали дальше, здесь мы немножко разобрались, это тоже информация для новичков. Итак, друзья... Сегодня вебинар, первые шаги, с чего начать новичку, да? Ну, наверное, новички примерно вот так. Ребят, если будет зависать немножко там комната, если там вдруг меня будет выбивать, ничего страшного, это интернет-работа, мы с вами посмотрели, подождали, спикер вернулся, и все хорошо. Это специфика нашей работы, такое бывает, не без этого. Иногда меня мои комнаты не выдерживают, я это точно знаю. Ну, вот такие, наверное, все новички в начале пути были такие, вот те, кто сейчас лидеры, подтвердите, что вы тоже были такими же, да? Вот такими новичками, вот такими ежиками в тумане, ничего не понятно, информация плывет, в голове кавардак, все вверх дном, что куда идти, что делать, какая ссылка. В общем, полная катастрофа, правда же? Новички нынешние точно дадут подтверждение, потому что какая-то информация валится, сыплется, разобраться в этом черт ногу сломит. Это действительно так, происходит это потому, что работа информационная, потому что вы только включаетесь в наш информационный поток. Мы, как и обещали вам, работать вы будете только информационно, у нас нет никаких продаж. И те, кто уже не первый день в команде в проекта «Экспресс карьера», подтвердят, что ни одного тюбика, по крайней мере, без своего личного какого-то внутреннего порыва желания никто не продал никому, да? Работаем мы исключительно информационно, но вот такая каша в голове есть. Позвольте себе, новички, иметь эту кашу, это вполне нормальное состояние для новичка. Да, все прошли, абсолютно все прошли через это, вы не поверите, Анна Черна, наверное, через эту кашу шла почти два года, потому что она вообще была первопроходцем, такой полный ежик в тумане, шла и думала, а так, куда повернуть, куда нажать, что сделать? Вот, но благодаря тому, что были первопроходцы, уже другие новички проходят все легче и легче. А первое туманное состояние, оно совершенно естественно, потому что вы вникаете в новую для вас работу, оно для вас пока еще непонятное, пока еще не до конца ясное для вас, потому что информации много, мы не привыкли, человеческий мозг не привык воспринимать вот такой поток входящей целенаправленной информации. Мы-то с вами в настоящей жизни получаем гораздо больше информации на самом деле из социума, мы получаем из телевизора, из радио, из своих детей, знакомых, соседей, на улице, в магазине, и информации в нас обливается ежесуточно гораздо больше, намного больше. Но, тем не менее, там информация рассеянная, здесь информация сконцентрированная. И давайте вспоминать, что как и в любой работе, абсолютно в любой работе, вспоминайте себя студентами после универа или вашу первую работу, даже если вы без универа, вам нужно было прийти на новую работу, да, и осваиваться, вникать, что там нужно делать. Ну, согласитесь, что новоиспеченный бухгалтер, придя в офис, только начинает вникать на свою первую работу, начинает вникать, что делать, он хоть и понимает, что такое дебет-кредит, да, он понимает, что такое проводка, но он начинает вникать в специфику предприятия, что там происходит, вот это весь документооборот и так далее, правильно? И так в любом деле, абсолютно. Здесь то же самое. Поэтому позвольте себе иметь кашу в голове, выполняйте рекомендации, которые вы сегодня услышите, и все у вас станет на свои места. Ну, конечно же, хотелось бы вроде как сразу начать с технических моментов, да, но, тем не менее, невозможно вникнуть в проект, невозможно начать вот так вот с корабля на бал, пока мы не пройдем через некоторые, скажем так, моральные аспекты нашей работы, да, моральные, я бы сказала, метафизические, если хотите, через философию нашего проекта, потому что без этого старта не будет, потому что, когда вы начнете понимать это, тогда у вас будет успех. Если вы будете все делать, как я говорю, под себя, да, только я, я, дай, дай и только один, ничего у вас не получится, потому что, почему наш проект так успешен, почему действительно люди так растут, почему так получается, потому что здесь все построено на цветной реакции, реакции долгосрочных отношений. А идеология нашего проекта, девиз нашего проекта, да, только помогая заработать другим, заработаешь сам, зарабатываешь сам, умеешь что-то делать сам, помоги другому, научи его. Позиция помощь начинается с меня, потому что у вас никогда не получится только, как я говорю, загробастать все под себя. Сначала дай, а потом возьми. Да, сейчас в начале вашего пути вы новички, вы получаете информацию, то есть вы берете, да, вам дают, вы берете. Но уже буквально через абсолютно короткий срок, как только вы начинаете делать свои первые шаги в подаче информации, как только вы начинаете работать с командой, у вас начинаете общаться со спонсором уже, у вас начинается позиция уже дай, да, вы даете, даете спонсору, даете вашей команде, даете вашим партнерам. И вот когда у нас будет с вами обмен, дал, взял, взял, дал, да, даю, беру, даю, беру, то есть не только все время дай, дай, дай мне, потому что просто на дай вы не вырастите, только на вот этой взаимной энергии. Даешь, отдаешь, берешь, 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 отдаешь, да. Да, разумеется, в нашем проекте все абсолютно бесплатно, у нас бесплатные инструменты, как вы знаете, у нас бесплатное обучение, а вот вебинары, на которые вы приходите, вот сейчас вебинар. Как вы видели, при входе вы не заплатили ни копейку, там не стоит никакой автомат, никакая программа, куда нужно внести там пару долларов, к примеру, с вашей карты банковской, да, для того, чтобы попасть на этот вебинар. Поэтому, пожалуйста, ходите, обучайтесь, мы открыты для вас, для наших новых партнеров, обучайтесь, поглощайте это знание и несите их дальше, несите свою команду, несите другим людям, да. То есть, давайте дальше, чтобы для того, чтобы развиваться самому. Ну и напомню, да, что если для кого-то вдруг какое-то большое открытие, что компания Reflame работает по принципу сетевого маркетинга, да, да, это действительно так, это сетевой маркетинг. Скажу сразу, что я категорически противник в прошлом сетевого маркетинга, я такой здравомыслящий человек, я юрист, я имею опыт работы, я такой прагматик совершенный. То есть, я далека от сетевых компаний, вообще всякого рода сетевых каких-то заморочек. То есть, я абсолютный прагматик полный, я не доверяю никогда никому, я доверяю только самому себе и когда я это проверяю. Ну вот я здесь и вот я уже здесь не первый год и успешно работаю. Поэтому, поверьте, наше немножко нестабильное экономическое время, я говорю о наших странах в данном случае, поверьте, что сетевой маркетинг это, в общем-то, некоторый спасательный круг. Это как в свое время, когда-то, кто учил историю, было такое понятие НЭПа, да, когда пошел рассвет экономики. Так вот, если хотите, это наш новый НЭП, да, новая экономическая политика. Это действительно спасательный круг в этом волнующем таком экономическом и стабильном океане на самом деле. И здесь можно и нужно зарабатывать. Я не говорю за все сетевые компании, скажу честно, они меня не интересуют на самом деле. Я просматривала маркетинг-планы, ну, по роду своей деятельности, имела удовольствие просматривать другие маркетинг-планы компании, и мне не впечатлило. Ни один маркетинг-план не впечатлил. Только компания Арифлейн, только маркетинг-план компании Арифлейн, который дает настолько благодатную почву для развития, для возможностей. Потому что, ну, подумайте сами, вы приходите на работу, да, на какую-либо, и вам говорят, ваш оклад, ну, к примеру, тысяча долларов, пусть будет тысяча долларов, всем понятно, да. Но дальше у вас перспектив ни роста, ни развития нет. Потому что, почему мы развиваемся дальше, для чего нам карьерное какое-то продвижение по лестнице карьерное? Для того, чтобы дальше получить какое-то новое звание, новую должность, для чего? Для того, чтобы зарабатывать больше, да, чтобы стать там директором, исполнительным директором, генеральным, чтобы зарабатывать больше, да. А когда вы пришли, и у вас вот так вот 40 лет по жизни, ровно тысячу долларов, да, при любом курсе причем, ну, как бы, грустно, ребята, дальше идти некуда. Наша компания дает колоссальные возможности развития, развития действительно по всем направлениям, как в моральном аспекте, так и в материальном, и наоборот. Вот, что первичнее, что вторичнее, это не важно, потому что всегда за материальным насыщением, когда мои партнеры, я думаю, подтвердят меня, потому что, я знаю, на своем личном опыте и по работе здесь, как только приходит какой-то твой порог материального насыщения, то есть тебе уже хватает на жизнь, да, начинается вот эта потребность морального удовлетворения, самореализации, вот это вот всего, да, даешь на гора вот эту всю энергию, поэтому у вас это будет тоже наверняка, вы не сможете не проводить вебинары, вы не сможете молчать, вы не сможете, у вас будут меняться, мозги начнут меняться. Почему, говорят, в этом бизнесе меняются мозги, здесь по-другому не получится, здесь нельзя прийти с мозгом кондуктора, понимаете, это условно, или там, ну давайте, чтобы не обижать никакие профессии, нельзя прийти с мозгом устрицы, понимаете, когда ты закрыт, в ракушке сидишь, не развиваешься, ты дальше не пойдешь, у тебя не будет, у тебя денежный потолок низкий, у тебя саморазвитие низкое, то есть дальше ты не пойдешь, поэтому, конечно, здесь происходит трансформация мозга на самом деле, никто тут не прорабатывает, никто тут не чистит ваш мозг, да, никто тут не капает, как бы, как это, как это говорят в народе, зомбирует, зомбирует, нет, это, это, если хотите, это даже не побочный эффект, это основной, в общем-то, составляющий, потому что не будет изменяться мозг, не будет у вас роста, так и будете сидеть с зарплатой, там, в тысячу долларов, или сколько там вы мечтаете, и дальше дело не пойдет, и это мне подтвердят тоже наши партнеры, которые пришли сюда на пять тысяч, и теперь зарабатывают уже больше, да, и, конечно же, хочу вам напомнить, что сюда все приходят зарабатывать, а не тратить, ребят, вот эту фразу напишите у себя, повесьте перед глазами, потому что, как только вы где-то что-то забываетесь, сразу эту фразу, я всегда своим партнерам в команде говорю, запоминаем сразу, мы пришли сюда зарабатывать, а не тратить, потому что, если у вас будет установка, что я купил шампунь, я потратил, все, считайте ваш бизнес, не начать, накрылся медным тазом, и больше у вас нигде не получится, говорю вам сразу, никого не хочу обидеть, просто есть какие-то критерии, понимаете, если вы там будете сытешивать иллюзиями, иллюзии вас не утешат, поэтому мы приходим сюда зарабатывать, а не тратить, об этом будем говорить позже, или, может быть, на других вебинарах, возможности компании просто безграничны, вот она потрясающая лестница успеха, ребята, она реально потрясает, потому что здесь есть куда расти, без понимания того, куда здесь расти, мы не сможем с вами двигаться, можно пройти миллион раз первые шаги новичка, но без понимания перспектив развития, куда мы с вами идем, какие доходы мы будем получать, что нас ждет дальше, какие нас ждут, как я говорю, в плюшке вкусняшки, да, а мы не будем с вами развиваться, потому что, когда ты уже знаешь информацию, что у тебя есть возможность идти дальше, вот тогда ты начинаешь уже мыслить немножко по-другому, кругозор твой расширяется, вот они наши доходы, да, выбирайте свой доход, к какому вы будете идти, не смотрим на позицию, сразу говорю, первой позиции старший менеджер, директор, старший директор, не смотрим, куда мы ориентируемся, я сейчас вам точно скажу вашу первую стартаповую ступеньку, а ну вот они доходы, смотрите сами, да, я давайте в долларах, чтобы вроде как всем понятно, и не важно, что там курс меняется или не меняется, мы сейчас на это не смотрим, давайте посмотрим, золотой директор, 30 тысяч, ну опять-таки, уже цифры немножко не совсем актуальны, да, потому что компания всегда нам выравнивает под нынешний текущий курс, за что и огромное спасибо, огромная благодарность, это было уже на моем примере личном, когда вот изменился курс валют, да, и когда доллар скакнул вверх, и компания, которая никогда не задерживает выплату доходов, а доходы, наши вознаграждения выплачиваются каждый 21 день, у нас 17 зарплат в году, 17 раз мы получаем наши доходы, да, и когда после 1 января все нервно курят, потому что подоедали салаты оливье, надарили подарки и денег нет, то мы 7 января или 8 или 9 получаем наш приход 17, это очень круто, ребят, мне это очень нравится, это просто вот сказка, потому что все остальные идут на свою работу, ждут, когда начальство выпишет им после новогодней какие-то, ну надо же отработать, а в январе еще оборотов нету, и сидят они без денег, да, ни оливье нету, ни денег нету, и подарки подарены, а у нас есть, это очень здорово, я очень люблю январь, вот, вот, поэтому вот такие доходы, такие доходы действительно есть, и компания все пересчитывает по, действительно подгоняет по курсу, не дай бог там происходят колебания валютные, да, и вот у меня был пример, это при мне компания, которая никогда не задерживает выплату доходов, даже на день, на час не задерживает, задержала нашу, это был единственный раз, нашу выплату, по-моему, на 2 дня задержала, о чем компания заранее оповестила, для чего? Для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы поймать волатильность, да, на чем остановится курс доллара, и под этот новый курс выстроить наши зарплаты, пересчитать, понимаете, это было, конечно, просто, я снимаю шляпу, скажу честно, поэтому это очень здорово, работать с таким, настолько честнейшим партнером, настолько педантичным партнером, как компания Арифлейн. Теперь едем дальше, да, напоминаю, что успех зависит от трех действий, для тех, кто еще не знает, для тех, кто еще не знает, успех зависит от трех действий, сразу скажу, что одно действие без другого не существует, вот они, три кита, это три, это залог успеха, вот все, вот это составляющая, не получится так, что один кит уплыл, а двух выгребаем, такого не будет, только три кита. Да, если поймете эту фишку, вы молодцы, вы победитель, не поймете, если один кит у вас будет уплывать, значит будете, как я говорю, рулить долго и мучительно, оно вам надо, а нет, не нужно, поэтому послушайте совета более опытных партнеров, да, вот они конкретные действия, которые нужно делать, чтобы прийти к успеху. Напоминаю, что мы с вами меняем обычный магазин, который там, где-то на улице за углом, наш необычный волшебный магазин, да, потому что теперь вы владельцы своего собственного интернета, магазина по оптовым ценам, да, напоминаю, что это оптовые цены, если вы еще не знаете, то вам сообщаю, потому что это ваш волшебный магазин, и каждая ваша покупка отражается у вас в вашем кабинете, каждая покупка партнера вашего команды отражается у вас в вашем кабинете, в групповых бонус-баллах. Если раньше вы покупали и просто выкидывали деньги на ветер, потому что купили у тети Лены на рынке замечательные женщины мыло и шампунь, вы сделали бизнес только от утиления, и хорошо вы сделали только от утиления, потому что себе-то вы шампунь купили, но вы его смылили, и благополучно ваши деньги превратились в пену, которая стекла вместе с вашим мытьем в канализационную трубу, и вы опять пошли куда-то на неизвестную, а может быть, даже ненавистную вами работу, а может быть, опять клянчики у родителей для того, чтобы купить вам зубную пасту и шампунь, и опять отнести от утиления, потому что у тети Лены есть бизнес, а у вас нет бизнеса, потому что вы транзит для денег, берете где-то там и несете куда-то туда, а сами все время латаете ваши финансовые дыры в вашем финансовом кошельке, да. Поэтому мы не занимаемся такими глупостями больше, у нас есть свой магазин, мы хозяева магазина, и это вполне логично покупать в своем магазине, если я хозяин своего бизнеса, да, у меня есть мой магазин хлебобулочных изделий или колбасных, ну потому что это действительно так, потому что мы с вами все время, ну возьмите любую позицию, а коммунальные услуги, ребят, мы транзиты для денег, ну коммуналку же все платят, интернет все, мы что делаем, мы где-то там берем деньги, зарабатываем на тех 5000 работах, 2000 зарплаты, для того, чтобы эти 2000 передать дальше, куда? За коммуналку, возьмите любое другое продукты питания, пойдите в супермаркет, зашли, заработали где-то там деньги, отнесли в супермаркет, купили продукты, вы съели продукты, ушли по назначению и дальше, сами знаете, куда пойдете в канализацию, и вы опять-таки без денег, это факт-факт, ну вот транзит для денег, поэтому мы никогда с вами не зарабатываем, мы только тратим, мы транзит для денег, это немножко страшная философия, но это факт, и это нужно признавать и смотреть правде в глаза. Так, поэтому у нас теперь с вами свой магазин, мы хозяева своего бизнеса, это логично, что если у нас есть свой магазин, к примеру, хлебобулочных изделий, то мы будем покупать хлеб у себя, а не где-то там у соседей, что мы будем приглашать свою маму покупать в твоем магазине, а не где-то там у Марии Петровны. Это логично, что наша подружка придет к нам в магазин купить хлеб, а не где-то у Марии Петровны, потому что она может у нас взять там, не знаю, со скидкой или там еще с чем-то, или самый свежий, правда же? Правда же. Второе действие – это приглашение людей, то есть мы информируем народа, население, скажем так, да, людей в нашу команду, людей, которые будут что делать? Повторять те же самые наши действия, которые мы с вами уже делаем, да, пользуемся, приглашаем, обучаемся. Ну и, конечно, обучение – это обучение свет, да, как бы учение свет, а не учение чуть свет и куда? На работу любимую. Шесть утра я работаю долго, обычно люблю до утра работать зимой, люблю работать до утра, и вижу, как еще темно, шесть утра люди чапают на работу. Метет, не метет, они идут. Ух, а я ложусь в это время спать, это здорово, если не выйду в вебинар, конечно. Вот они конкретные действия. А теперь давайте смотреть, куда наша с вами направлена, вектор наш направлен, на какую цель, куда идем, на конкретику, да, потому что нужно понимать, с чего нам стартовать. Так вот, друзья, первая стартаповая ступенька ваша, если вы сейчас еще новичок или менеджер, 3, 9, 12, неважно сколько процентов, даже если вы уже директор, тем не менее, для новичков сообщаю, да, первая ступенька – это уровень зала, то и директор. Что такое и почему туда направляем? Уровень золотой директор – это средний ежемесячный доход, порядка 2 тысяч долларов в месяц и единовременная премия, выплата 2 тысячи долларов. Она платится только один раз, премия, да, но факт остается фактом, но ежемесячный доход 2 тысячи долларов. Почему это? Почему золотой директор? Потому что это то самое звание, которое компания Reflame является пассивным доходом. Пассивным доходом – это когда ты уже не работаешь, а бизнес работает на тебя, и ты уже можешь не работать, так мы говорим, выходить на Reflame-овскую пенсию или получить депозит от Reflame, как вам больше нравится, да, и можете выращивать цветочки, можете поливать грядки, а деньги, тем не менее, вы будете получать за вами однажды созданную структуру, за товарооборот этой структуры. Дальше решайте сами, хотите работайте, хотите не работайте, но факт остается фактом. Это ваша Reflame-овская пенсия. Дальше определяйтесь сами. Промежуточная транзитная ступенечка – это директор, да, я не говорю сейчас об уровнях менеджера. Промежуточная ступенька – директор, вы просто должны знать, что она существует, вы просто ее пролетаете на всех экспресс-парах нашего проекта, экспресс-команды, да, директор – это замечательно, но с директора будет только все начинаться, потому что все плюшки, вкусняшки, чем дальше, тем будет вкуснее, это вам говорю уже со знанием дела. Поэтому мчимся туда и не останавливаемся, мчимся на уровень золотого директора. Вот он наш золотой директор по лестничке успеха, проходим уровни менеджеров, да, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22%, Украина 6, 9, 12, 24%. Выходим на уровень 22, это открытый директор, подтверждаем нашего директора 8 каталогов, получаем премию 1000 долларов, не останавливаясь ни на минуту, мчимся к старшему директору, да, получаем свою премию в полторы тысячи долларов и бежим к золотому директору, к пассивному доходу. Там чуть-чуть передохнем, и амбициозные партнеры пойдут с нами дальше. Правда же? Потому что зачем останавливаться на этой, в общем-то, небольшой сумме, хотя кому-то кажется, что это большая. Вот представляете, я эту сумму уже получаю, раньше я не верила, что я буду это получать, а сейчас я получаю, и как-то, знаете, как-то не задерживается. Я понимаю, что мне это мало, и мне нужно дальше и больше. Я получаю уже больше, разумеется, но я понимаю, что мне это мало, аппетит приходит во время еды. Поэтому первая ваша ступенька, стартап, это золотой директор, пассивный доход. Вот, да, кажется, это что нереально. Ребят, я это правда знаю, потому что это знает любой партнер, лидер нашего проекта. Все прошли вот ровно одинаковый путь в том плане, что все шли по вот этой карьерной лестнице. Ни у кого не было блата, ни у кого не было возможности проплатить где-то, извините за слово, бабло для того, чтобы вырасти на уровень золотого директора. Это нереально, невозможно. Это нужно идти собственным умом и трудом. Мы это прошли, и я не жалею ни секунды, ни момента, ни йоты, что я это сделала. Чего желаю и вам? Я уверена, что вы не пожалеете. Да, кажется, в начале пути это нереально. Как вот такие деньги? Ребят, я вам говорю, это очень маленькие деньги. Вот, не останавливайтесь на золотом директоре. Это стартап для того, чтобы у вас, знаете, уже хорошие крылья выросли, чтобы вы не задумывались, чем кормить семью, как. Ну, понятно, что вы уже и на уровне 18 зарабатываете, и на 22, и на директоре, и на старшем. Все это понятно. Ну, там как-то немножко посвободнее будет. Ну, переведите по курсу доллара, да, 2000. Россия, сколько там доллара? Сейчас, наверное, около 7, 6, чем-то, 6,5, 6,7, я не знаю, да. И Украина, по чем там долларов? Переведите, вот посчитайте, сколько. Нормальная такая сумма для вас в месяц? Ну, согласитесь, что это 63, да, сегодня, ну, не смотрела. Согласитесь, что для реплеймовской пенсии, или просто как пенсия, да, как пассивный доход, ну, это нормальная сумма, хорошая, жить-то можно, согласитесь, да. То есть вы уже не работаете, а зарабатывать уже, а деньги есть. Я думаю, что это здорово. Вот поэтому поумножайте и получите эту сумму. Я думаю, что неплохо иметь 120 тысяч, да, ну, опять-таки, там зависит от ПГ вашей, да, от товарооборота группы, персональной группы. Ну, если брать, вы смотрели, наверное, вебинары Анны Черной, голый, золотой, сколько он получает. Поэтому посчитайте, я думаю, что это очень здорово на самом деле. Так вот, это наша стартаповая ступенька. Ну, едем дальше. Итак, как мы начинаем? Начинаем, вот показываю буквально на пальцах, люблю показывать на пальцах, так понятнее, наверное. Ну, так вот в верхнем левом углу, вы видите, да, вон девчоночка сидит, маленькая девочка, кто она? Новичок, наверное, она недавно появилась на свет, она еще новичок. Вот она начинает работать, да, это новичок наш пришел в проект, он еще не понимает, что еще делать. Ну, давайте вспоминать наше детство, да, детство золотое. Все это делали сами, делали со своими детками, внуками. Помните, как мы лепили снежную бабу, да? У нас пришла, мы видим чистый белый снег, начинаем с чистого белого листа, да? У нас приходит какая-то идея, то есть бизнес-идея, да? Вот мы попали в проект «Экспресс-карьера», и у нас родилась попытка, мысль слепить какой-то снежок, да? То есть запустить свой бизнес. Мы начинаем ручками вот так вот брать, сгребать снежок, схлопывать его, и делаем такой кругляшочек маленький, да, маленький комочек. Потом у нас приходит в голову идея катать этот. Вот мы точно так же начинаем катать, раскручивать маховик собственного бизнеса, потому что снежинка к снежинке прилипает, и комочек становится все больше. Что это прилипает? Это ваши новые партнеры, это ваши знания, это ваши умения, это ваши навыки, это начинает раскачиваться маховик вашего бизнеса. В какой-то момент времени ваш комочек вы катите сам, потому что это ваш бизнес. В какой-то момент времени приходит Сашка с соседнего дома и говорит, а я тоже хочу с тобой катать этот комочек. Это появляется ваш активный партнер в команде, которого вы пригласили точно так же на бизнес, и он хочет строить свой бизнес. Если ты говоришь, что она есть рядом со мной, повторяй, делай со мной то же самое, что делаю я, и вы начинаете вместе катать этот маховик вашего бизнеса. Ваш бизнес становится больше, у Сашки только начинается, да, он повторяет все эти действия за вами, он собирает снежинка к снежинку. Свои знания, свои умения, своих новых партнеров и так далее, и так далее. В какой-то момент времени комочек становится все больше и больше, и появляются еще новые партнеры. Это и ваши партнеры, и Сашкины партнеры вашего соседа из соседнего дома, да, из подъезда. Эти партнеры говорят, и мы хотим тоже свой бизнес. И вы говорите, повторяйте за мной, нужно катить вот этот ком, вот смотрите, что мы делаем. И они начинают катить этот комочек, да, снежинки прилипают, и что получается? Они обучаются, они приглашают новых партнеров, они получают навыки, знания, умения, а ваш бизнес становится еще больше. Вот таким образом мы запускаем маховик нашего бизнеса, да, снежинка к снежинке, шаг за шагом, степ-бай-степ, методично все это делаем. Мы же не делаем, у нас же не получается вот эта снежная баба, нижняя ее часть, да, большой комочек. Знаете, Сири так раз-раз лепил руками и убежал. Нет, мы катим этот комочек, мы делаем конкретные действия. И это, ребят, командная работа, начинается ваш бизнес, разумеется, с вас, ни с кого другого. Никогда бизнес ваш, хоть здесь, хоть на улице, в реале, не начнется от какого-то чужого человека, потому что спонсор, он в принципе для вас чужой человек, согласитесь, вы его первый раз в жизни узнали, да это вы вообще не знали, кто это такой. Она живет во Владивостоке, вы живете в Москве, вы понятия не имеете, что это вообще за человек. Никогда ваш бизнес не может зависеть от чужого человека в данном случае. Только вы решаете, будет ваша семья сытой, обутой, накормленной или не будет, и не может решить ваш спонсор об этом, правда же? Поэтому бизнес начинается всегда с вас, а не со спонсора или с кого-то. Есть возможности, и мы начинаем эти возможности, что, брать и пользоваться ими, воплощать идеи в жизнь, да, реализацию начинаем делать, конкретно материализация наших меч, наших желаний. И нужно помнить, что у нас, в нашем с вами случае, это командная работа. Скажите, пожалуйста, вы можете пригласить через интернет 10 человек, которые точно так же, как пригласили вас через интернет. Как вас пригласили? Я не знаю, как вас пригласили, но через интернет пригласит 10 человек. То есть повторите действия вашего спонсора. Конечно, вы сможете через интернет, в интернете найти и пригласить 10 человек. Скажите, пожалуйста, вы сможете научить этих 10 человек, Вот так качественно научить, как тому, чему знаете, умеете вы сами. Вот ваши первые шаги были. Вы сначала пришли, там сделали активационный, получили сайт, разбирались, ходили на вебинары. Вы сможете это все... Я не говорю о том, что не все соглашаются. Такие были, есть и будет. Кто там, не все соглашаются. Ребят, вебинар, великолепнейший вебинар Тани Осиповича вчера просто, просто... Вот Таня нашла ту самую основу, которую вот просто я ждала. Я вчера сидела на каждом снове вебинара, Таня, я подпрыгивала и хлопала вот так в ладоши за экраном, потому что вот в точку била, в самую точку, потому что это сбитый фокус, ваш личный сбитый фокус. Нет активационных заказов в команде, это сбит ваш фокус. У вас фокус на страх, никто не хочет, никому не нужно, никто не будет делать заказ, и вы боитесь. Сбитие фокуса, перенаправьте ваш фокус, переслушайте вебинар Тани Осипович, это просто конфетка, конфетка, это нужно слушать каждому новому партнеру и давать каждому новому партнеру. Я прям балдела вчера. Поэтому, друзья мои, 10 партнеров можем пригласить через интернет, научить их, можем тому же самому, что знаем, умеем сами, да, безусловно, можем. Скажите, пожалуйста, эти 10 партнеров, вашего спонсора, лидера, возьмите, пожалуйста, записи. Эти 10 партнеров, вы можете их научить, пригласить точно так же 10 людей? Конечно, можете. Помочь им обучить этих 10 людей сможете? Можете. И вот смотрите, что у нас получается. Вот такие цифры у нас получаются. Да, мы представили, что уже 10-10-10, каждый купил. Допустим, это просто для примера, каждый сделал покупку на 10 долларов. Смотрите, какой товароборот получился. Так вот, друзья мои, это что? Это та самая геометрическая прогрессия. Это похоже на тот самый снежный ком, о котором я только что говорила выше, когда начинают раскатывать маховик бизнеса. Безусловно, похоже. Так вот, друзья мои, нам нужно распустить маховик вашего бизнеса, запустить лавину вашего бизнеса, потому что, когда будет запущен маховик вашего бизнеса, вы сделаете вот эти действия, лавина вашего бизнеса вас вынесет на вершину вашего же успеха. Потому что дальше ваш бизнес работать будет уже самостоятельно. И то, что, почему я говорю уровень золотого директора, почему там пассивный доход, потому что там у вас уже сформированы команды, и вы уже можете идти цветы выращивать, можете пойти за ребенком в школу, можете вообще ничего не делать, телевизор смотреть, но бизнес работает уже без вас. Это здорово. В реале такого редко встретишь, в реальном бизнесе. Я представитель реального бизнеса, поэтому знаю, о чем говорю. В реальном бизнесе, если ты хозяин своего бизнеса, там нужно пахать, пахать, как проклятые, с понедельника по понедельник, без выходных и вообще без сна и отдыха. Да, здесь тоже нужно попахать, но это стоит того, для того, чтобы потом получать пассивный доход. А то, что ты уже идешь дальше, извините, извините, это уже мое личное дело в том плане, что я амбициозный партнер, это раз, а вы, значит, тоже. Мы идем с вами к новым каким-то достижениям, потому что аппетит переходит во время еды, потому что там дальше, чем дальше, тем вкуснее. Вот, пожалуйста, уровень золотой директор, за ним будет идти старший золотой, мы будем с вами расти. И вот сейчас поговорим о золотом директоре, куда мы с вами идем. Что такое золотой директор? Золотой директор, вот на картинке четко показано, это когда под вами две группы на уровне на 22, Украина у вас 24, да? То есть, или правильнее бы было сказать, у вас два директора в первой линии, вот они вы, видите, стоите вот слева и справа, каждый человечек по 22, это ваших два директора. Вот когда под вами два директора, то бишь группа на 22, вот она, видите, одна группа, и вот она вторая группа, вы золотой директор, вот вам нужно сюда, вот это ваш залог вашей стабильности, вашего пассивного дохода и так далее. Давайте посмотрим, быстренько пробежим маркетинг-план на парцах по уровням, кто еще не изучал. Вот он, золотой директор, да? Две веточки на 22, вы золотой директор. Напоминаю, что группа 22, Украина 24, это когда групповой товарооборот составляет 7500 бонус баллов. Напоминаю, групповой товарооборот, потому что, я думаю, ой, 7000, как это возможно сделать? Это возможно сделать за счет группового товарооборота, потому что мы с вами приглашаем людей в свою команду, регистрируем людей в команду определенным способом. У нас с вами формируется группа, и поэтому у нас с вами, каждый делает свои личные покупки для себя, для дома, для семьи, и таким образом растет что? Групповой товарооборот. И ваша группа, организатор этого товарооборота вы. И вот, пожалуйста, вы работайте с командой, помогайте, обучайте, рассказывайте то же самое, и вот ваша группа выходит на уровень 22. Вот одна, вот вторая. Вы золотой директор, получайте ваш доход, 2000 долларов ежемесячно, и вашу премию. Если вам этого мало, и вы амбициозный партнер, добро пожаловать на уровень золотого директора с доходом, почти 2500-2800 ежемесячно в долларах, и премия 3000 долларов одноразово, да? Что для этого нужно? Построить еще одну такую же группу на 7500 бонус баллов, то есть 3 директора в первой линии под вами, и вы старший золотой директор. Если вам покажется этого мало, а я думаю, что вам покажется этого мало, потому что, ну, отказываться от возможностей, от перспективы, это просто глупо. Люди бегают за перспективами, ищут их. Здесь просто, знаете, здесь карьера. Делайте вашу карьеру, будьте богатыми и счастливыми. Кому этого покажется мало, пожалуйста, строим еще одну четвертую группу, 4 директора в первой линии под вами, группа 7500, и вы сапфировый директор. То есть повторите свой успех золотого директора еще один раз, да? То есть вы дважды золотой, и, пожалуйста, вы сапфировый директор. Вот ваши 4 группы на 22, 4 директора в первой линии под вами, вы сапфировый директор. Средний доход 3500-3800 в месяц и единовременная премия 4000. Если вам покажется этого мало, а я думаю, что вам покажется этого мало, потому что нельзя вот так вот просто взять все и бросить, потому что у вас есть великолепный опыт, знания, умения, у вас есть азарт, у вас есть драйв, у вас есть кайф к жизни. Стройте еще две таких же группы, то есть у вас будет трижды золотой директор, еще две группы и вот они 6 групп на 22, 6 директоров первой линии, вы бриллиантовый директор. Ребят, это очень вкусно, это очень вкусно. Вы бриллиантовый директор с доходом ежемесячным порядка 5500 условных единиц, да, единовременная премия 6000 долларов, это очень здорово на самом деле. Поэтому вот такой расклад для бриллиантового директора, но это еще не все, потому что лестница успеха просто потрясает, да. Вот я вам показала, куда мы будем с вами ориентироваться. Итак, наша стартаповая ступенька, это золотой директор, две группы на 22, группа это товарооборот 7500 бонус-баллов групповой, соответственно, это, наверное, ребенок пишет или кто это пишет, не знаю. Вот, и мы с вами, я думаю, что не остановимся на этом, а будем расти дальше, потому что, ребят, дальше вкусно, дальше вкусно, есть куда расти. Вот показываю крупным планом, как это выглядит. Вот вы директор, ваша одна группа, вот она видно, да, а и вот вы золотой директор, вот вторая группа, вы 22. Я думаю, что здесь вот это называется стабильное построение структуры, потому что, ну, действительно, на чем устойчивее и удобнее стоять, на одной ножке, вот она, одна ножка директорская, или на двух ножках, золотой директор, конечно же, на двух ножках. Вот сюда мы с вами и будем расти на уровень золотой директор к вашему пассивному доходу, чтобы потом не получалось и не было слезок, вот, и тут просидела год, и просидела три года, пять лет, а у меня, и мне все равно придется 40 лет пахать. Нет, ребят, чтобы не получилось, как на обычной работе, работаем 40 лет, а доход мизерный. Нет, вот мы вас ориентируем, куда вам нужно первый шаг свой сделать, да. Если вам покажется мало, и вы действительно амбициозный партнер, такой, как я, например, потому что я амбициозный партнер, я просто, может быть, и не амбициозный, но я не собираюсь отказываться от возможности, потому что это так глупо, потому что я смотрю по сторонам и ничего не нахожу лучше, абсолютно ничего. Тогда добро пожаловать на следующие высокие звания. На уровень старшего директора, это восемь директоров в первом уровне, или восемь групп по 22, восемь веточек. На уровень дважды бриллиантового, на уровень исполнительного, на уровень золотого исполнителя, как наша Анна, это 15 директоров в первом уровне, то есть 15 групп, 15 веточек на 22, да. Доход ежемесячный порядка почти 17 тысяч долларов, плюс премия, вот такая неприличная совершенно. Вот, но это очень здорово, это очень круто. Если вам покажется и этого мало, да, пожалуйста, есть куда расти. Сапфировый исполнительный директор, президент, старший президент, сапфировый президент и добро пожаловать на бриллиантовый президент. Я не буду сейчас подробно идти по этим цифрам, потому что я думаю, что уже на уровне золотого директора голова закипела, говорит, ой, не верю. Я понимаю, что мозг не воспринимает такие числа, потому что в вашей практике таких чисел, как правило, никогда не было. Поэтому вы в это немножко, вы в это немножко не верите. Кто-то немножко, кто-то немножко. У меня лично не было, у меня лично не было, как бы, сомнений, есть или нет, сомнений у вас никогда не, понимаете, вы же сомневаетесь не в нас, в партнерах, те, кто вещает, вы сомневаетесь не в компании. Ваши сомнения в вас самих. Потому что компания есть, она 50 лет, офисы есть, пожалуйста, вы видели презентации, признания, вы можете приезжать на БФБ, можете приезжать на конференции. Вы можете, то есть вы можете все, вы можете пощупать, потрогать, вы можете купить зубную пасту, потрогать, то есть мифического ничего нету, да. Но, то есть это все на самом деле существует, то есть нет сомнения, что компания есть и что эти деньги выплачиваются. Вы видите скрины наших доходов, ваших лидеров, в конце концов, да, вы видите все наши вебинары и презентации, а сомнения у вас только в вас самих. Вот это самый большой таракан, который у новичка на первых порах происходит. Потому что когда вы увидите свои личные доходы, а вы их увидите, но вы их увидите тогда, когда вы будете делать так, как вам рекомендуют делать ваш спонсор. А по-другому у вас не получится это увидеть. Сколько бы вы ни смотрели на наши скрины, на скрины наших доходов, на вас это не произойдет никакого впечатления, вы будете сидеть и говорить, не верю. Да, как по Станиславскому, не верю. Поэтому вам нужно делать шаги самому. И когда вы увидите в вашем кабинете ваши деньги, вот тогда мы будем с вами разговаривать и вспоминать, верите вы в это или не верите. Это уже другая история, да. Поэтому едем дальше, ребят. Давайте полемику в чате прекратим, потому что мы сбиваем наших новых партнеров и будем слушать то, что сейчас важно. Итак, друзья, у нас есть два вида построения, да, как бы существует не у нас, а вообще существует. Это сети вот наших потребителей, групп. Это построение ромашка и построение, как мы называем, веточками, колбасками, кто-то называет, сардельками, сосисками, цепочками. Называйте как угодно, как вам больше нравится. Так вот, есть такой вариант, есть такой ромашки и веточки. Так вот, друзья, говорю, что построение ромашка это равно печалька. Что такое построение ромашка? Это когда вы регистрируете всех партнеров под себя из своего кабинета. Первого партнера, второго, десятого, двадцать пятого, вот такие вот вокруг вас партнеры. Ну, это я очень красивую ромашку нарисовала, что ваши партнеры самостоятельно, такие они все амбициозные у вас, наверное, получились. И все вышли самостоятельно один на девять, другой на пятнадцать, третий на двадцать два. Ну, это такое из области фантастики, знаете, потому что вижу по опыту это. Такой красивой ромашки у вас не будет. Ваши партнеры просто на нулях вокруг вас просидят и опадут на самом деле. Почему? Потому что у них нету сзади подпитки, нету веры как бы сзади, да, стены сзади нету. Поэтому на ромашках не гадаем. Ромашка, построение ромашки равно печалька. Вот это вот гадание, будет рост, не будет, вырасту, не вырасту, заработай, не заработай, это все не годится. Забываем про ромашку, то есть так мы не строим. А как мы с вами строим? Мы с вами строим ромашка, это ширина. О ширине мы будем говорить чуть-чуть позже. Я вот вам показывала на слайде, я сейчас вам скажу буквально через минуту про ширину. Ширина, она нужна, но чуть позже мы ее будем делать. Ширина, это когда вы регистрируете людей под себя в первую линию. Но сами группы мы так сейчас не выстраиваем в начале пути. Вот наши, мы выстраиваем с вами глубина. Вот видите наши две веточки, ножки. Вот это вот золотой директор. То есть мы регистрируем глубину. Мы первого новичка заводим под себя. И следующего новичка заводим под вашего первого, второго, третьего под второго, четвертого под третьего, пятого под четвертого и так далее. Цепочкой вниз строим глубину, да. Если, к примеру, вам помогает, у вас есть хороший спонсор, он у вас активный, работающий, наверняка он под вас уже сделал первую веточку, завел первого человечка, уже помогает выстраивать дальше веточку в глубину. Значит вы под себя заводите следующего человечка и начинаете друг под друга выстраивать. Что непонятно про цепочки? Что непонятно? Мы строим цепочками, регистрируем людей цепочками. Давайте просто пока слушаем вебинар, а потом будем уже как-то... Мы регистрируем людей не под себя. То есть не заходим в свой кабинет и всех под себя регистрируем. Когда они у вас выстроятся, вот такой ромашка друг под друга. А в глубину, друг за другом. Вот первый партнер у вас появился, вы зарегистрировали его под себя. Когда появился второй партнер, вы его зарегистрировали под вашего вот этого первого, третьего, под вашего второго и так далее цепочкой вниз. И вот они ваши две веточки. Если вам спонсор не помогает выстроить группу, значит вы сами берете двух партнеров под себя завели и начинаете под каждого из них туда-сюда первую линию выстраивать, вторую, третью и так далее. То есть ведете две веточки, делаете. Вот такие две веточки. Вот они, понимаете? Вот друг за дружкой, вот так цепочками мы выстраиваем. Вот эта цепочка, это глубина наша, вот она, видите, это глубина. Вот это вот, это ширина, вот она ширина. Вот ширину мы будем выстраивать, когда мы регистрируем, начинаем веточку регистрации из-под себя. Это будет позже. Вот видите, здесь афировый директор, четыре партнера в первой линии под вами. Вот это ширина. Но сейчас мы работаем, смотрим только вот на эти две веточки. Мы идем к уровню золотого директора. Вот первый партнер под вами, возможно, спонсор уже завел. И потом друг под друга цепочкой вниз, вот так под каждым пошли. Ой, ребята, извините, я, кажется, не туда переключилась. Вот. Поэтому вот таким образом, я случайно нажала, потому что размахиваю мышкой и курсорчиком здесь. Вот таким образом мы с вами выстраиваем наши группы. Друг под другом цепочкой вниз. Если какие-то технические моменты, да, как регистрировать партнера, за этим мы обращаемся к вашему спонсору, да, и ваш спонсор вам даст видео чисто технического момента, как регистрировать партнера. Когда именно вот в плане на сайте заходишь в кабинет, да, регистрируешь, у моих партнеров в команде это есть. Я думаю, что ваши директора тоже это делают, у них тоже есть такое видео. Там ничего сложного нету. В принципе, вы будете делать и выполнять все время одно и то же механическое, техническое, я бы сказала, действие, да. Поэтому все будет просто, ничего сложного не будет. Вам нужно только один раз разобраться, понять, включиться, и тогда у вас все будет получаться уже. Где наша ромашка? Вот наша ромашка. То есть мы не ромашим, а строим с вами веточки, выстраиваем с вами глубину, да. Сначала идем в глубину друг под друга цепочкой вниз. Ширину будем делать чуть позже, когда уже будем выстраивать вторую группу, третью группу, четвертую и так далее. Вот еще раз показываю схематично на схеме. Вот как строить группу? Вот вы, да, и вот ваш спонсор. К примеру, вам спонсор помогает выстраивать. Вот он завел первую линию под вас первого партнера, потом второго своего личного партнера завел под вашего первого, потом третьего под вашего второго и так далее цепочкой вниз, да. Цепочкой вниз. И точно так же вы параллельно выстраиваете веточку, регистрируя людей друг под другом. А если у вас нету спонсора, значит вы начинаете двух человек под себя и начинаете выстраивать вот такие две ножки, такие две веточки. Вот еще схематично показываю, как мы регистрируем. Вы, под вами, Маша, Лена, то есть цепочкой. Не вокруг себя вот так вот кружим, да, вот здесь, вот здесь, по бокам. Нет, а под себя вот каждого веточку, в цепочку, в группу вот такую формируем. Вот ваши две веточки вот тоже показаны схематично на примере. Я думаю, что здесь уже все понятно, как бы подробнее не нужно объяснять. Вот тот же самый пример, та же схематика, как вот в данном случае здесь уже три веточки получаются. Да, вот вам спонсор помог первую веточку, помогает выстраивать. Вот вы две уже открыли, это значит вы что на уровне старшего золотого директора в данном случае. А вот так вот ромашка, вот такой ромашка, видите, вот вы, Юля, Яна, Лена, Маша, Таня, Ира, вот так не нужно делать. Не нужно, только две ножки мы делаем, только две. Дальше уже, когда будете расти, дальше по уровню будете выстраивать и третью, и четвертую, и так далее. Когда будете на сапфирового директора, на бриллиантового и так далее. Здесь понятно, вопросов больше нет. Я думаю, что здесь понятно. Если что, технически поговорите с вашим спонсором по телефону, по скайпу, и я думаю, вам все будет ясно. Еще важный момент, друзья мои, ветку по странам мы не крутим. Нельзя в одну веточку, вот я показывала только что веточка, чтобы еще раз глянуть. Вот она веточка, вот Аня, Оля, Зоя, Валя, вот это вот веточка. Так вот, веточку по странам не крутим. Нельзя в одну веточку регистрировать разные страны. Россиян мы регистрируем под россиянами. На российском сайте Арифлэм украинцам, соответственно, под украинцами, на украинском сайте Арифлэм. И так для каждой страны. Нельзя регистрировать в одну страну, в одну веточку России, Украину, Белоруссию, Казахстан. Потому что система работает только по своей стране. И когда будет происходить закрытие каталога, будет происходить чистка базы от неактивных консультантов, когда у вас там будет эта международная, интернациональная веточка такая, то у вас это все порвется. И вы не сможете потом собрать, и будут серьезки. Поэтому просто услышьте меня, что в одну веточку одну страну. Если вы хотите открыть, к примеру, вы из Украины, работаете с Россией, да, и вы хотите открыть спонсирование, у вас есть партнеры, которые там, то вы открываете международное спонсирование, вам присвоят ваш номер по России. И вы будете заходить в ваш кабинет международный на российский сайт Арифлэм. И оттуда вы будете регистрировать ваших россиян. Первого россиянина под себя, второго под первую и так далее, цепочка вниз. То есть опять выстраиваем веточку. Тут понятно, да, как открывать международное спонсирование, это занимает буквально 5 минут, а видеоролики есть у ваших спонсоров. Не забывайте, дорогие мои новички, обязательно, здесь у меня нет этого слайда, но я обязательно хочу напомнить. Ребят, верификация, верификация. Если вы пришли к нам работать всерьез надолго, пожалуйста, если вы не планируете быть просто покупателем со скидкой, покупателям быть выгодно, безусловно. Потому что это и скидки, это и распродажи, и акции. Но если вы хотите бизнес строить, чтобы получать хорошие деньги, пройдите, пожалуйста, верификацию прямо со старта сразу. Что такое верификация? Это и идентифицирование, да, то есть даете ваш скрин паспорта, загружаете в вашем личном кабинете по инструкции. Это занимает буквально там, ну, 5-10 минут времени, чтобы отсканировать и загрузить. Можете палец положить на ваш паспорт, только единственное, чтобы палец был, можете на скане прямо написать. Для Арифлы, но только чтобы не было зачеркнуто ваш номер и ваше имя, фамилия. И отправьте, пожалуйста, в компанию, потому что с уровня 9% уже, а это очень быстро. Разворачивайте ваш паспорт, у меня, к сожалению, нет сейчас скрин, разворачивайте ваш паспорт, первую страничку, кто вы, Россия, Украина, не имеет значения. Разворачивайте, чтобы видно было ваши фотографии, фамилия, имя, отчество и номер вашего паспорта. Разворачивайте и делайте скан, можете на телефон сфотографировать, можете еще как-то к спонсору обратитесь, он даст вам видео. Потому что с уровня 9%, а это очень быстро, вы же хотите получать уже деньги, правда, чтобы вам объемная скидка шла, чтобы вы могли рассчитываться за товар ваш, за ваши покупки. Иначе компания не будет начислять. Это условия, и я с этим условием полностью согласна. Хочешь получать деньги, хочешь зарабатывать, будь добр, пройди идентификацию. Потому что, ну знаете, Ивановых машет в России много, к примеру, да, а вы такой единственный, и один, и неповторимый, и работаете именно вы, и не кто-то другой, правильно? Поэтому все очень правильно, кто работает, тот, пожалуйста, и получает. Далее, что делать, если спонсора нет или он не работает? Бывает такая ситуация, ну, как правило, все ваши лидеры, спонсоры, они вам пишут, они вас подтягивают под себя, к себе, это очень правильно, значит, у вас хороший спонсор, если он так делает. Ну, если ваш спонсор по какой-то причине, ну, к примеру, как мы говорим, не строит вам веточку, да, есть такое понятие, вот новичок говорит, а мне мой спонсор не строит веточку. А я же правильно понимаю, что спонсор должен строить веточку? Ребят, я сразу говорю в таком случае, новичку два за понимание, слушал и не услышал, да, спонсор не обязан строить вам веточку. Спонсор это делает по своему убеждению и желанию, спонсор может помогать вам выстраивать веточку, но не строить ее под ключ на 22, да, поэтому спонсор может помочь. Он заводит, да, он рекрутирует, он заводит своих новичков, вашу группу, вашу, допустим, первую веточку, и это, конечно, уже очень огромный плюс. Просто бегите, целуйте вашего спонсора, там, да, виртуально, реально, как хотите, и просто говорите вашему миру или вселенной, говорите, боже, как мне повезло, как мне повезло, что у меня такой спонсор, и активно включайтесь в работу с группой и в личное рекрутирование, потому что у вас уже есть группа. Если вам спонсор не строит, вы скажите, боже, какой я счастливый человек, потому что, когда, я вам скажу, что когда у вас сильный спонсор, вам не повезло, потому что у него, ему сложно будет обучить, он очень быстро работает, да, он очень быстро работает, и он быстро регистрирует, и у него не хватает времени на качественное обучение с вами. Но вам повезло, потому что тогда вы становитесь сильным, потому что вы обучаетесь сами, можете научить свою команду. Поэтому, друзья мои, в том и том случае, вы, конечно, везунчики. Если у вас нет спонсора, и он вам не помогает выстроить, это прекрасно, значит, вы очень сильный партнер, значит, вы берете мастеров в свои руки, начинаете строить ваш бизнес, потому что, ну, наивно, как бы, думать о том, что кто-то за вас делает ваше дело. Имейте в виду, что даже если спонсор вам построит веточку, то если вы не будете работать, вы не будете получать денег. У нас халява не взлетает, если кому-то кажется с первого раза, а, спонсор построит мне веточку, а я тут посижу, посмотрю, покурю. Нет, ребят, такого у нас не будет. Такого у нас не будет, потому что существует уникальная штука, которая существует, это маркетинг-план. И там черным по белому написано в цифрах, через циферки и буковки, прям так написано, халявы не существует. Читайте через цифры, и вы это увидите, потому что там зарабатывают деньги тот, кто работает. Это четко компания отслеживает через ваши кабинеты, через цифры, да, через целую систему уравнений, там все очень четко видно. Поэтому берем мастеров в свои руки, и неважно, работает спонсор или не работает. Если у вас есть уже команда с помощью спонсора, значит, что делаете? Всех под себя, тех, кого заводит спонсор, и начинаем активно работать с командой, формировать команду ключевых партнеров. Если у вас спонсор не работает, не помогает выстраивать вам веточку, цепляйтесь к вашему верхнему спонсору, который активный, чтобы быть в информационном поле команды, и начинайте выстраивать сами две веточки, начинайте делать параллельно две веточки. Правильно, спасибо, Саша, для того, чтобы у вас был отрыв, да, правильно. Об отрывах сейчас не буду говорить, это отдельная тема, это немножко даже планерочная тема для другого вебинара. Но начинайте выстраивать ваши две веточки, вот таким образом, да, регистрировать друг под друга. Вам в помощь, если вдруг вам там что-то нужно, вдруг вы потерялись, вдруг вы не можете найти вашего директора, вам в помощь горячая линия по странам. Все телефоны, контакты горячих линий можно найти на сайте вашей страны, даже не заходя на сайт, в самом разделе сайта, раздел помощь, контакты, можете посмотреть там. Горячая линия всегда поможет и директора вашего найти, и поможет, ну, обычно все лидеры активные, все спонсоры активные, они сами вас находят, они ищут, они шлют вам свои контакты, поэтому шлют, пишет вам спонсор, обязательно отзывайтесь на него, обязательно откликайтесь и идите к нему, потому что спонсор не будет просто так вам писать, он хочет вам помочь. Но мы не умеем читать мысли чужих людей, мы не знаем, что вы умеете, что вы не умеете, в чем нужна ваша помощь. Я вас очень прошу, дорогие новички, не делайте сами первоактивационные заказы, обратитесь к этим спонсору, потому что наделайте ошибок, потом будут серьезки, будете говорить, а это все не работает, вы не обманули, потому что неправильно сделали, на самом деле все шикарно работает, просто нужно один раз сделать правильно, выучить вот эту технику правильной работы, и все будет идти как по маслу. Напоминаю, друзья мои, что я вот вам показывала на примере, на схеме, да, вот такую группу золотого директора, да, две группы на 22, и она такая вот линейная, да, как под линейку сделана, но хочу вам сказать, что наш бизнес по всем направлениям не линейный, он не будет вот такой иметь, вот такую четкую линейность, потому что это многоуровневая система уровней и подуровней, да, так называемых, оно будет выглядеть примерно вот так, опять-таки это тоже схематично, на плоскости, но тем не менее, вот вы, да, вот ваш первый человечек в первой веточке, вот второй, и вот смотрите, под него заводим первого, второго, третьего, четвертого, да, но он тоже начинает работать, тоже начинает выстраивать веточки, этот тоже и так далее, то есть каждый приходит и каждый хочет работать, поэтому у вас все время ваша веточка вот эта будет ветвиться и куститься, она не будет вот такой вот ровненькой, если вы зайдете в ваш отчет, ваша структура, вы это, это трудно, конечно, там отсередить, но это можно попытаться вначале отсередить, когда у вас будет и там, и там, и там новичок, только через отчеты рекруты, открывайте отчет рекруты и работайте с отчетом рекруты, я так понимаю, обязательно выйдите на связь с вашим активным, с вашими спонсорами, ребят, если вам пишет спонсор, обязательно присоединяйтесь с командой ваших лидеров, ваши, присоединитесь в ваших чатах, в ваших группах, где там в скайпе, где вы там находитесь, да, поэтому обязательно будьте там, какие действия новичка после регистрации, не забудьте, пожалуйста, активировать ваш номер, возможно, через смс, которое пришло вам на телефон, возможно, через письмо на вашей почте, кто еще не сделал, пожалуйста, сделайте все это, это очень важно, это очень нужно, там придет письмо на почту, в нем ссылка, пройдите, активируйтесь, в Украине сейчас очень классно сделали активацию через смс, приходит на телефон и прямо с телефона по ссылке проходишь, вводишь, и не нужно уже ничего вводить, просто по ссылке проходишь, нажимаешь активировать, все очень круто получилось, это после обновления сайта, проверьте, пожалуйста, новички, есть ли у вас номер и пароль для входа на ваш сайт, да, знаете ли вы ссылку для входа на ваш сайт, вашей страны, обязательно обращайтесь за помощью к спонсору, да, если у вас там что-то не получается, что-то идет не так, вот такое письмо приходит к вам на почту после регистрации, добро пожаловать в Арифлейм, ой, сейчас, друзья мои, добро пожаловать в Арифлейм, здесь у вас будет ваш номер, ваш пароль, обязательно номер и пароль свой сохраните, потому что, ну, вот в Украине только что ввели, нам очень понравилось, очень здорово, обязательно сохраните ваш номер и пароль, потому что номер это ваш паспорт в компании, именно этот номер будет основной для вас, именно через этот номер будет все проходить, именно на этот номер будут такие начисления, именно этот номер будет заключать договор с компанией, то есть это ваш паспорт компании, храните его, я не буду рассказывать подробнее о приложении, это не тема сегодняшнего вебинара, заходите на сайт, есть видеоролики вашего лидера, попросите о приложении, как работать с приложением, есть прекрасные видеоролики, и там все это очень видно, прямо на сайте эти видеоролики есть, какое вам нужно приложение, приложение по заказам, ордер или бизнес-приложение для работы с командой, Опять-таки, оно удобное, но, опять, смотря для чего вы это используете. Я работаю все время через компьютер, мне через компьютер удобнее. Приложение, только в крайних случаях, если я где-то в дороге нахожусь, тогда да. А так мне удобнее работать через комп. Видео на эту тему, можете просто в YouTube вбить, бизнес-приложение Алифлейм, можете у спонсоров взять, все это существует. Дальше, обязательно сохраните, потому что номер компании, это ваш паспорт компании. Все будет завязано на вашем номере. Вот так выглядит неактивированный кабинет. Если новичок не сделал подтверждение активации, то с этим кабинетом работать будет невозможно. Вот так или вот так, например, это Украина в данном случае. Ну, сейчас уже и Украина немножко изменилась, не успеваешь за ними угнаться. Вот он, неактивированный кабинет, это если через почту была активация. Смотрите, видите, неактивирован кабинет. А вот так будет выглядеть активированный кабинет, поэтому у всех он должен быть так, Чтобы у вас была видна строка вашего статуса, слева у вас будет имя, фамилия, дальше будет строка, где будут прописаны личные бонус-баллы, бонус-баллы вашей группы, вот здесь будут мелькать все ваши цифры, вашего роста, да, поэтому обязательно должно быть в вашем кабинете вот так, то есть кабинет должен быть активирован ваш. Новичок должен быть заведен, да, спонсором, новички должны проверить, есть ли у вас это, в рабочие чаты, в рабочие группы вашего спонсора, подписаны на обучающую информационную рассылку вашего спонсора, возможно в почтовом ящике у вас есть письмо рассылки, проверьте, пройдите по ссылке, откройте, активируйте это письмо, потому что информационная рассылка, она нужна, вы будете получать оповещение о вебинарах, о каких-то акциях, о каких-то событиях, о мероприятиях и так далее, не только от компании, но и от вашей команды, от вашего лидера. Вебинары, ребят, посещение вебинаров у нас с понедельника по понедельник, и я бы сказала, что это настоятельно рекомендовано. Ребят, хотите расти, хотите расти быстро, хотите разбираться в нюансах, тонкостях, в начале работы, в фишках, вебинары, лучше наших вебинаров ничего не существует, это самое лучшее обучение, я рекомендую ходить на вебинары онлайн, насколько у вас есть возможность. Вот сегодня у нас насыщенный день, 4 вебинара, ребят, возможность посетить любой вебинар у каждого есть, поэтому вебинары и еще раз вебинары. Расписание вебинаров приходит к вам на почту каждый день, в начале недели спонсор высылает, есть оповещение о в чаках, поэтому будьте любезны, вебинары и еще раз вебинары, это первичное обучение. Я с новичками, пока он не смотрит вебинары или пока не ходит на вебинары, пока я его не увижу, если я не вижу человека на вебинарах, а я всегда смотрю за своей командой на вебинарах, я с ним не общаюсь, потому что я не вижу его на вебинарах, я не верю, что человек не может. Я понимаю, что там кто-то работает, у кого-то там какой-то график, у всех у нас свои вопросы, все дела, проблемы и так далее, но человек, который хочет, он будет на вебинаре, он будет смотреть, он найдет время пойти, не знаю, в воскресенье, в субботу прийти. Когда я вижу, что его систематически нет, мне не о чем с ним разговаривать просто, поэтому я думаю, что у ваших лидеров такая же позиция, наверное, поэтому обязательно посещение вебинаров с понедельника по понедельник, дном стопом, без перерыва и без выходных, минимум три вебинара в день у нас проходит, да, ну минимум два, это уж точно, потому что открытый вебинар в 13 по Москве, по Киеву для новичковых кандидатов, обучающих вечерний по рекрутированию в 18 часов по Москве, по Киеву. Теперь у нас с понедельника по пятницу проходит в 11 часов вебинар по Москве, по Киеву, я, Анна, ведут лучшие спикеры, в среду у нас всегда онлайн тур лидеров в 15 часов, скоро будет еще серия wellness, поэтому вебинаров у нас выше крыши. Запомните, пожалуйста, золотое правило, что для всех партнеров это одинаково, да, те, кто строит свой бизнес. Если на вебинаре находитесь, вырастет бизнес вашего спонсора. В вебинарах находится ваша команда, растет ваш бизнес. Это я делаю тонкий намек на толстые обстоятельства, на то, что нужно работать с вашей командой. Если вам спонсор уже помогает выстраивать группу, то это ваша святая обязанность, как хозяина своего бизнеса, приглашать своих партнеров вести за ручку на вебинарах. Когда ваши новички будут уже на вебинарах, считайте, что вы классный спонсор, классный лидер, и ваш бизнес растет. И вот это вот здорово. Что у нас есть еще? У нас есть, вот они, утренние вебинары, о которых я уже сказала, да, вот в 11, а вот они, стиль жизни, я сказала уже. У нас есть еще такое понятие, как вебинары вечерние обучающие по рекрутированию. Они бывают двух видов, закрытые и открытые. Вот Надя Климова, я знаю, Надя Климова, замечательный партнер, спикер, оратор, лидер, правильно, заходите под номером команды вашего спонсора. У нас есть вечерние вебинары, закрытые и открытые. Что такое закрытые вебинары? Закрытые вебинары, это вебинары для, скажем так, продвинутых партнеров, ключевых партнеров. Это вебинары с фишками. Закрытые вебинары, почему новичков мы не приглашаем, потому что, во-первых, это еще сырые, да, они еще не напитанные информацией, потому что пригласить новичка на закрытый вебинар, это все равно, что первоклассника отправить на алгебру в 10 класс, поэтому вы не поймете всего этого. Поэтому начинаем с наших вечерних открытых вебинаров, входим туда, а самое главное, стремимся стать ключевым партнером своей команды, команды своего лидера. Ключевой партнер, тогда вам будут открытые доступы на закрытые наши вебинары, будут пароли, будут явки, все остальное, будете знать все фишки. Ключевой партнер, это тот партнер, который организовал личный товарооборот, у которого налажен личный рекрутинг, работа с командой и есть активная лидерская позиция. Поэтому стремитесь стать ключевым партнером. Вообще, ребят, стремитесь стать здесь лучшим, лучшим в своем бизнесе, не для спонсора, не для кого-то, для своего бизнеса, потому что как вы о себе заявите, какой фокус на себя направите, так и будет, и команда будет воспринимать, хотите вы того или нет, команда будет воспринимать только лидера. Любой команде, ну вот это так устроен человек, человек он социалит, и команде всегда нужен, человеку всегда нужен какой-то вожак, какой-то лидер, команда всегда будет идти за лидером, не будет вот такой вот толпы разбросанной, поэтому становитесь лидером своего бизнеса, значит вы станете лидером своей команды. Начните с того, что вы становитесь активным партнером команды вашего спонсора. И когда вы тогда будете на виду вашего спонсора, спонсор будет больше вам помогать. А когда вы на виду, ваша команда будет вас видеть, когда будет видеть вашу активность, вашу деятельность, вашу энергию, вот тогда дело пойдет. Не забывайте, друзья мои, что после регистрации вам нужно получить ваш личный сайт для рекрутирования. Еще мы его называем реферальная ссылка. Дальше после этого вы получаете доступ в школе новичка, ссылку. Возможно, в других командах немножко не так, в моей команде это так, но в этом примерный алгоритм примерно такой. Поэтому вам нужно получить после регистрации свой личный сайт для работы. В каждой команде есть свой сайт. Я показываю на примере сайта нашего «Экспресс-карьера» от Анны Черны. Это функциональный, профессиональный сайт, заточен под наш проект, в котором написано именно о нашей работе, а не о просто какой-то другой. Здесь написано о продажах или еще о чем-то. Здесь конкретно информационная работа. Поэтому здесь изложена суть проекта. Поэтому вот такой сайт вам нужно получить. Вы будете давать ссылочку на этот сайт вашим потенциальным кандидатам, возможно, будущим партнерам. Они почитают ваше предложение, они почитают этот сайт, профессионально заполнены, потому что вам там уже практически ничего не нужно заполнять, и нажмут «Принять участие в проекте». И, соответственно, что попадут к вам в команду. Вот такой сайт вам нужно, данные придут к вам, и дальше вы уже будете работать. Вот такой сайт вам нужно получить для того, чтобы вы могли работать. Возможно, в ваших лидерах немножко отличаются сайты. Я знаю, что у Нины Копыл свой, у Наташи Желуниной, у Лоны Сухоруковой. Но это не имеет значения. В любом случае, вам нужно получить ваш личный рекрутинговый сайт, вашу реферальную ссылку. Рефер – это значит ваша личная ссылка. Как получить реферальную ссылку? Все очень просто. Вам нужно сделать что? Вам нужно сделать активационный заказ. То есть активировать свой номер. Напоминаю, что пока у вас нет активационного заказа, ваша регистрация в проекте «Временная». Всего, там буквально несколько каталогов, там пару-тройку каталогов. Поэтому не растягивайте удовольствие. Если вы пришли серьезно к нам работать, серьезно, долго строить серьезный бизнес, зарабатывать серьезные деньги, а не просто там посижу, посмотрю. Значит, делайте вашу первую, первоактивационный заказ. Это будет сигнал для компании, что человек активировал свой номер, значит, система зафиксирует ваш номер. Пока в системе просто зафиксирован ваш номер, но не зафиксировано движение по вашему номеру. И когда система вас зафиксирует, вы с нами остаетесь минимум на два года. За два года, я думаю, можно горы свернуть и во всем разобраться. Более того, это сигнал для вашего спонсора о том, что вы настроены более чем серьезно. Потому что вам все равно рано или поздно нужно делать свои покупки где-то, да, в магазине за углом или в Арифлейм. Решайте сами, с чего вы начнете. Смотрите, хороший вопрос новичка, а можно не делать заказ? Можно не делать, тогда смысл вашего пребывания в проекте. Я всегда кричаю, можно не делать. Вообще можно не рекрутировать, можно не приглашать, можно не делать заказ. Смысл тогда пребывания в проекте, если наш проект построен на трех составляющих. Личное подрепление, рекрутирование, приглашение и обучение, работа с командой. Все, можно не делать свои покупки. А представьте, что я приглашаю, вы приглашаете, вы работаете, я приглашаю на этот вебинар, веду этот вебинар, вы приглашаете свою команду, своих партнеров. И я вашим партнерам, которые вы рекрутировали, вы приглашали, вы объясняли, при что там 10-20 человек, они спрашивают меня, а можно не делать заказ? Я говорю, конечно, можно. Какой будет товарооборот вашей группы, чему он будет равен? Ваш товарооборот группы будет равен нулю. Какой-то смысл работы здесь, если товарооборот будет равен нулю. Ребят, мы с вами, знаете, есть два варианта возможности заработать. Можно продавать, вы хотите продавать, вам нравится продавать? Мне лично не нравится, я этим не занимаюсь, мне это неинтересно. А есть второй вариант, организовывать. Организовывать людей, покупателей, которые сами для себя покупают. Можно ли не покупать? Можно, конечно, но вы что, не покупаете зубную пасту, вы не покупаете гель, у вас разве это не заканчивается? Ну, вы точно так же идете на рынок или в супермаркет и покупаете гель и мыло для себя, для своей семьи. Ведь так же? Так же. Ну, такого не может быть. Значит, вам бизнес не нужен, значит, вы просто еще не готовы, не созрели, в принципе, к восприятию денег. Значит, вам не нужны еще деньги. Такое тоже бывает, в принципе, имеет право быть. То есть, это решаете вы, понимаете? Я четко понимала. Вот знаете, ребят, я счастливый человек. Я сделала себе, мне нужна была тушь для ресниц, брасматик. Вот я, моя жизнь изменилась с этой тушей. Я купила себе тушь для ресниц и стала просто обеспеченной женщиной. Вот и все, понимаете? Можно пойти купить мыло или там, что там вам, в магазин. Ничего не нужно, такого не бывает. Потому что, ребят, итак, давайте продолжим. Я не буду сейчас заниматься лечением тараканов, это не моя специфика. Напоминаю, что с момента регистрации у вас, как у владельца своего интернет-магазина, со старта скидка на все товары 20% цен каталога. То есть, вы покупаете по оптовым ценам. Вы можете сравнить их, например, с рыночными ценами. Зайдите в любой магазин и сравните. Так вот, друзья мои, каким может быть ваш заказ? Идем в ванную комнату и смотрим, что заканчивается или что будет заканчиваться через неделю, через три дня. Смотрим, что заканчивается. Шампунь, мыло, зубная паста на исходе, зубная щетка старая уже. Идем и смотрим, что нужно приобрести, что поставить в ванную комнату на полочке. Открываем свою косметичку и вотрушиваем все из этой старой косметички и смотрим, что там уже просрочено и что нужно обновить. Вот это все вывалено на стол, потому что там наверняка косметичка вся в пудре, грязная уже, подчерканная карандашами и так далее. Вываливаем это все на стол и смотрим на сроки годности, на эту страшную упаковочку уже. Обновляем свою коллекцию парфюмерию. Идем в свой шкафчик с парфюмерией и выкидываем тройной одеколон, гвоздику, красную моску, ландыши и прочие камелии. И покупаем себе нормальный, там, мэйби еще с прошлого века от наших бабушек. Одеколон Саша, тройной, ландыш серебристый и все остальное. Покупаем себе нормальные, достойные, достойные какие-то парфюмы, которые действительно, я не знаю, я не могу, я фанат этих запахов. Вот я обалдеть от этих тюбиков сегодня одним, завтра другим, мне это очень нравится. Вот сижу, навебинарилась, навебинарилась сейчас, надушилась, мне так хорошо. Второе, опять-таки, меняем болезнь на здоровье. Ребят, о чем мы говорим, да? Мы поглощаем, бог знает что. Мы едим какие-то некачественные продукты, едим какие-то гамбургеры, у нас какие-то перекусы. Потом мы лечим поджелудочные, потом мы лечим кишечники, потом давление, все остальное. Меняем болезнь на здоровье. Ребят, выкидываем всю эту ерунду, выкидываем некачественные продукты. И, пожалуйста, покупаем наш велнос, покупаем наши супы велнос, покупаем коктейли велнос. Для здоровья, для стройности фигуры, для нормализации давления, велнос, витамины, внутрикомплексы для волос, для ногтей, для детей, витамины и так далее. Когда говорят, мне ничего купить, мне ничего не нужно, это человек просто, ну, не хочет задумываться о себе, о том, зачем он сюда пришел. Возможно, человек просто не готов. Поэтому здесь выбор есть всегда, напоминаю, что в компании более 2000 номинований товара. Ваш заказ может быть вот таким, вот таким простым и наивным, как я говорю, то, что действительно всегда нужно. Дезодоранты нужны? Нужны, потому что не ходим и не мытыми, без мыла, без шампуня и так далее. Да, барзамы нужны? Нужны, шампунь нужен, нужен. Вот так, просто не навязчиво, потому что это все равно нужно покупать, оно все равно у вас заканчивается. Вот и купите здесь. У нас нет обязательной суммы покупки, каждый делает по своим потребностям, возможностям, но мы рекомендуем делать заказ, ну, хотя бы 20 баллов. Почему? Я объясняю, потому что покупки, друзья мои, нужно делать как выгодно, выгодно нужно делать. Потому что, напоминаю, что в первом заказе у вас берется регистрационный сбор. Если вы, допустим, по России, если вы успели в течение суток, то у вас, о счастье, у вас нет регистрационного сбора. Ну, далеко не все успевают в течение суток с момента регистрации это сделать. Ну, у вас есть такая прекрасная возможность, как возврат регистрационной платы в следующем каталоге. Есть такая замечательная акция от компании. Ну, напоминаю, что регистрационный сбор, он был, есть и будет всегда. В России 149 рублей, в Украине, по-моему, 19 гривен, если не ошибаюсь. Ну, это копейки, ребята, это просто копейки. От него отказаться невозможно, от регистрационного сбора. Но он берется единожды, только при первом заказе. Для чего он нужен, регистрационный сбор? Он берется за право пользования торговой маркой, для активации вашего кабинета, обслуживания, вернее, вашего кабинета, потому что его кто-то обслуживает вообще-то. Это не просто, знаете, сайт. Потому что там работает целый кластер людей, которые это, это сисадмины, это программисты, это бухгалтера, это экономисты, это финансисты, это упаковщики. Это огромный-огромный кластер людей. Да, сейчас вообще бесплатно. Вот, то есть все те люди, которые поддерживают и сопровождают вас в вашем процессе, потому что кто-то формирует ваш заказ, кто-то направляет его на склад, кто-то делает доставку и так далее, и так далее. И самое главное, регистрационный сбор открывает вам доступ к вашему дисконту, вот этому самому дисконту 20%, а дальше больше. Напоминаю, что скидки в компании достигают 85%, и это факт, не верите, посмотрите распродажи и воспользуйтесь вашими скидками. Вот такие невыгоды балловых заказов, да. Кто-то говорит, а зачем мне заказ, балловый заказ? Потому что открываются новые и новые возможности. Я не буду сейчас останавливаться полностью на всех этих выгодах, да, Эти картинки есть у ваших партнеров, у ваших спонсоров. Но я хочу напомнить о том, что существуют такие замечательные программы, как стартовая программа для новичка, которая очень выгодна. Если вы успеваете в течение первых 21 дня после регистрации пройти это, это очень здорово, потому что вы покупаете, во-первых, вы правильно стартуете в бизнесе, во-вторых, вы попадаете во все квалификации, в-третьих, вы получаете супер выгодные покупки по всем направлениям, еще и подарки. Изучите эту программу. Более того, открываются новые возможности новых скидок, 32% премьер-клуб, да, это по России данным я говорю, возможность купить продукт с 50% скидкой, да, вот, пожалуйста, вы становитесь участником премьер-клуба. А то же самое по Украине, у вас, если вы делаете ваши покупки в 21 день, пожалуйста, возможность пройти стартовую программу для новичка. Тоже очень здоровская программа, очень выгодная. Я не буду останавливаться полностью, потому что ей нужно открыть сайт, изучить, либо попросить у вашего спонсора. Но это очень выгодные программы исключительно для вас, потому что мы как раз таки направляем новичка на то, чтобы он не просто там купил себе на три бонус-бала и при этом заплатил 159 рублей, там, доставка, то есть не разберется, ему получится это невыгодно и все, ребят, покупки нужно делать выгодно и с умом, а здесь все располагает к этому. Это не так, что как раньше забежали в супермаркет, схватили, что не нужно, два порошка, одну лампочку, кусок мыла, туалетную бумагу, приходим, денег нету. А здесь, наоборот, сейчас мы учим вас делать покупки выгодно и с умом. Вот, пожалуйста, по Украине программа бизнес-класс, просто потрясающая программа, я вот уже 100 лет, наверное, участник бизнес-класса. Ребят, ну не знаю, ну это выгодно, что у меня доставка бесплатна, у меня все бесплатно, у меня постоянные акции, у меня постоянные скидки на продукты 50%, 75%, у меня вообще скидка достигает 85%, я плачу, в общем-то, копейки за свой заказ, понимаете. Поэтому я даже не буду останавливаться на всех преимуществах, потому что вот куда ни покрути, куда ни посмотри, одни преимущества. Вам просто это нужно будет сделать, тогда вы увидите это сами. И самое главное, ребят, что не забывайте, если вы зарегистрировались в прошлом каталоге, я прошу вас, уже квалификация на Болгарию будет полным ходом. Делайте ваши 150 бонус-балок, пожалуйста, те, кто в этом каталоге зарегистрировался, у вас еще есть время 14-го, этот каталог и 14-й, где пройти квалификацию на Болгарию. Ребят, квалификация на Болгарию, это конференция менеджеров через год, осенью 2017-го. Вот только что сейчас, в данный момент, наши девочки находятся на конференции менеджеров, ребят, менеджеров. Понимаете, это еще не директора даже, это с уровня 9-22% находятся в Сочи. Ребят, это просто, это мечта, это сказка. Вот, пожалуйста, а в следующем году конференция менеджеров, в следующем году юбилейная конференция. Это просто мечта, ребят, это все насчет компаний. И только почему? Только потому, что вы делаете ваши покупки с умом и выгодно, да? Это здорово на самом деле. Вот, пожалуйста, все программы по России в 13-м каталоге, посмотрите, насколько выгодно покупать. Вот он, календарь акций. Посмотрите, какие программы существуют, посмотрите, какие скидки, посмотрите, какие преимущества. Вот, пожалуйста, календарь акций на 13-й каталог по Украине. Все программы, и стартовая, и там время успеха, и программа адреналин там для спонсоров, золотая пора и так далее. Посмотрите, какие программы ежекаталожные идут. и вы говорите, невыгодно покупать, ничего не нужно, ребят, вы на цены вообще смотрели, вы такое нигде не приобретете, такого нету нигде, ни в одном магазине, в магазине вы максимум 3% скидки получите и то, когда на пищу нагребете там, да, и потом, возможно, вам дадут скидку постоянного клиента целых 3%, поэтому покупки нужно учиться делать, мы пришли сюда учиться культуре потребления, потому что компания Арифлейм, это философия, это культура, понимаете, это нужно, это любовь, в конце концов, это нужно, вот понимаете, вы не сюда, если вы пришли сюда просто, знаете, может быть, попробовать заработать денег, там, хип-хап, уля-ля, ребят, так не получится, это целая философия, это жизнь, это культура, Арифлейм, это любовь, понимаете, здесь по-другому не получится, если так тяп-ляпнет, вот насколько ты к компании относишься, вот с любовью, с нежностью, с уважением, настолько она к тебе относится, она тебе дает все и больше, просто, я об Арифлейм могу говорить, не знаю, в самых великих эпитетах, сновах, преувеличениях каких-то там, и так далее, вот, пожалуйста, компания по приглашению, да, это, в данном случае я показываю программы, все плюшки для России, этого каталога 13-го, вот плюшки для Украины, пожалуйста, пожалуйста, это все в текущем каталоге, ребят, до конца каталога осталось, сколько у нас там, 4 дня, да, в субботу будет закрытие каталога, сейчас есть еще возможность пройти по всем программам, сделать себе выгодные классные покупки, пройтись какие-то там по акциям каким-то, сделать квалификацию на Болгарию, ребят, не откажите себе в этом удовольствии, когда вам еще удостоверится поехать, абсолютно бесплатно, за счет компании, поехать в Болгарию, золотой Болгарию к золотым пескам, ребят, понежница, Диполя с любимой командой, с любимыми партнерами, вот так просто, вы как наши девочки, вы же наблюдали, вот, наблюдайте новости, конференции, сучи, вот, пожалуйста, проходите эти программы, проходите квалификацию, не экономьте на себе, ребят, вы настолько привыкли сжаться на себе, экономить на себе, я понимаю, жизнь довела, да, кручина довела, но сейчас это возможность есть, так пользуйтесь этими возможностями, Россия, у вас сейчас прекрасно, я просто, я пищу от восторга, верни свой турборост, вернули эту замечательную программу, спасибо огромное компании, спасибо всему руководящему составу компании за то, что вернули эту классную программу, ребят, с уровнем менеджера вы уже получаете доходы, смотрите, уровень 9 тысяч, уровень 12, 12 тысяч, 15 уровень 15 тысяч и так далее, просто вы получаете деньги уже сразу, не нужно там расти до директора, вот, со старта уже, это просто замечательно, я обожаю программу турбороста, я сама как-то шла по подобной программе, рост менеджеров, и это было очень здорово, ну, и, конечно, самое важное, мне нужно, конечно, закругляться, хотя у меня еще темы очень много, но сейчас Женя Янченко меня просто выгонит и скажет, иди отсюда, вот, и, ребят, готовимся к основному для построения своего бизнеса, к рекрутированию готовимся, определяемся с методами работы, чем будете работать, как будете работать, создаем и оформляем брендовые, а вот, Женя, уже все здесь, создаем и оформляем брендовые странички, странички в социальных сетях, готовим вашу реферальную ссылку, в зависимости от вашего выбранного метода работы, готовим шаблоны, тексты своих объявлений, сообщений, картинки, однозначно готовьте, определяемся с методом работы, да, их очень много, поэтому, пожалуйста, вечерние вебинары вам в помощь для того, чтобы понять, какие существуют методы, обращайтесь в спонсор, он вам расскажет и подскажет, это все социальные сети, контакты, фейсбуки, одноклассники, ютубы, объявления, БДО и так далее, не буду всех перечислять, начинайте с того способа, который вам понятен, который вам ближен, работайте, как вам удобно, начинать нужно с регулярного методичного посещения всех вебинаров, по-другому у вас не получится, потому что данная серия вебинаров поможет вам определиться с вашим методом работы, потому что вы будете работать минимум одним, двумя, двумя, может быть, тремя способами, потому что одного вам будет мало, два точно у вас будет, конечно же, когда определитесь, обратитесь к вашему лидеру, чтобы он вам сделал подборочку материала, да, из нашего опыта мы рекомендуем вам начать работать с вашего региона, потому что это очень здорово, когда команда собирается вокруг, когда не нужно ехать за тысячу километров к своей команде, когда можно просто созвониться, собраться и сесть в кафешки и просто посидеть, просто поговорить, просто пообщаться по делу или без дела, просто о жизни, да, можно вместе собраться и поехать на конференции, да. Не буду дальше, я рекомендую, конечно же, вам, я рекомендую, вы же живете в каком-то регионе, вы все равно живете в каком-то регионе, у вас есть какой-то край, какая-то область, какой-то районный центр и так далее, и так далее. Вот начинайте с этого, просто не нужно, я имею в виду то, что не нужно, если вы живете там, я не знаю, в Иркутске, бежать, к примеру, там, в Калининград, понимаете, это сразу. Нужно просто постепенно это делать шаг за шагом, повесьте карту, как у меня, начните по карте идти, из вашего региона начните купить карту своей области, методично обрабатывайте, все это, это очень удобно, тем более для России это вообще удобно, потому что у вас есть специфика по тарифам мобильных операторов, да, у вас разные мобильные операторы, разные там и так далее, и их очень много, поэтому это очень удобно. Начните с ваших близких, если они у вас лояльны, лояльны к вам, да, вот как я, я зарегистрировала всю свою семью сюда, даже не спрашивая, но тем не менее, теперь у меня все золотые директора, то есть все с пассивным доходом, чему я очень рада. Вот я начала с этого, поэтому и вы, всех близких ваших родственников, мужа, жену, сына, дочь, всех под себя в первую линию, уже под них будете потом веточку выгонять. Начинайте изучать ваш канал, наш канал проекта по рекрутированию, определяйте для себя, какие вебинары будете брать, что вы будете брать, какие темы вас интересуют, чего вам проще, да. И обязательно начинающие партнеры ставьте себе цель по количеству личных регистраций в каталог, потому что если вы будете так бесцельно, я зарекрутирую, то ничего у вас не получится. Ставьте себе цели на каталог, начинаем с 3-5 регистраций, хотя бы в первый каталог, ваш первый каталог. На следующий каталог увеличивайте цели, ставим там 5-8, потом на третий каталог 8-12. Ребят, каталог длится 21 день, дойдите, чтобы у вас была в каталог 15 или 21 новичок, вот тогда будет классно. Поэтому ставьте себе цели, конкретные, четкие цели, не ждите ни от кого каких-то там результатов, от вашего спонсора или от ваших партнеров. Личное рекрутирование решает все вопросы. Когда человек говорит, у меня не получается ничего, вот, ребят, мы все учились, мы все росли, и у меня не получалось, у всех так было. Мы все через это прошли, вы Америку для нас не откроете. Просто делайте методично свои действия. Личное рекрутирование решает все вопросы. Обязательно брендовые странички. Создаем брендовые странички везде, в социальных сетях, потому что каждая социальная сеть должна работать на вас. Где-то активно, где-то пассивно, но на вас. Потому что без социальных сетей уже жизнь не представляет себя, да, как бы нужно себя раскручивать, вот как девочки наши, раскручивать свой бренд, да, для того, чтобы вы были видимы. Будете молчать, никто вас никогда не услышит. Будете говорить, о чем мой бизнес не растет, потому что вас никто не знает. И о вашем предложении тоже. Нужно заявлять о себе. Не забудьте подготовить вашу реферальную ссылку к работе, да. Нужно ее подготовить по инструкции от вашего спонсора, наверняка она у вас есть. Перед тем, как отправить вашу ссылку в работу уже, проверьте сами ее, как она работает ее сами или с помощью вашего спонсора, чтобы четко пройдите по ней, зарегистрируйтесь какими-то данными, чтобы вы понимали и могли найти, куда данные приходят, как это работает. Ну, чтобы вы понимали, как происходит технология этого процесса, как будут регистрироваться ваши потенциальные партнеры. Обязательно, когда будете отсылать, да, то есть ваше предложение кандидата, когда будете давать ссылку, давать эту ссылку вашу реферальную, кандидат будет по ней проходить, читать ваше сообщение, читать какой-то текст, да, потом на вашем сайте будет принимать решение, и потом, естественно, что он будет регистрироваться. Только хочу напомнить, что регистрация по вашей реферальной ссылке, не важно, какая она ваша реферальная ссылка, это еще не регистрация в компании и в проекте в данном случае. Вы должны сделать следующее, потому что вы должны понимать, что это только забор данных. После того, как данные к вам придут на вашу реферальную ссылку, вы потом заходите на ваш этот сайт, ваш профиль, и потом берете эти данные, и потом уже лично, не спеша, внимательно, регистрируете вашего кандидата на официальном сайте Арифлейм, той страны, откуда данные кандидата, да, в ту веточку, в которую вам нужно, потому что вы ведете учет веточки под того человека, под которого вам нужно, да. И, конечно же, после регистрации обязательно проверяйте наличие новичка в вашем отчете рекрут. Не забывайте, что отчет рекрут должен быть настроен, раздел «Мой бизнес», «Управление структурой», «Отчет рекрут». Обратите на это внимание, настройка обязательно. Вот колонка «Дата регистрации», да, нажмите на нее, пощелкайте, чтобы у вас верхняя строка была выставлена на текущую дату, ближе к сегодняшней или сегодняшней. И нажмите «Расположение», «Сохранить банкет», тогда вы будете видеть все последние регистрации, потому что работать нужно не с первыми регистрациями, а всегда со свежими. Первая информация актуальна в первые 72 часа, а не когда уже прошли сутки или неделя. Дальше, конечно, вы будете высылать новичку письмо, знакомство, будете высылать его номер и пароль, будете делать все то же, что с вами делал ваш спонсор, да, добавлять его в социальные сети, в ваши группы какие-то, лидер, вашего лидера и так далее. Не забудьте еще раз, напоминаю, проверить в вашем отчете рекруты. Конечно же, помогайте вашему новичку. Ребята, если под вами хоть один новичок появился, ваше детство закончилось, вы стали уже спонсором. Поэтому, пожалуйста, помогайте вашим спонсорам. Ну, я понимаю, что я уже не успеваю сегодня озвучить весь материал. У меня материал, конечно, еще есть. Не буду сегодня, опущу материал по рабочим страничкам сегодня. Единственное, попробую немножечко, если успею, если у меня еще будет 5-10 минут времени, ну и уже не на время тоже занимать не буду. По страничкам пока не буду давать сегодня информацию. Возможно, потому что этот вебинар готовился и для моей группы в частности, а я очень до то, что я веду вебинары для группы по 3 часа. Они это прекрасно знают, они терпеливо меня слушают, но оно стоит того на самом деле. Я корректировала, конечно, для нашей группы, но тем не менее, факт остается фактом. То есть, с чего начинать, друзья, я вам уже, я могу много рассказывать, но время поджимает, мне действительно всегда есть что сказать, мне не жалко делиться информацией. Поэтому, с чего начинаем, да? Вот я коротко вам уже описала, то есть, что мы делаем. Изучаем школу новичка, изучаем методы работы, начинаем постепенно, не все сразу. Посещение вебинаров обязательно. Активируем свой номер активационным заказом, получаем личный сайт, приводим его в божественный вид, там нужно делаем блок. Прокладку или контакты заполняем. Создаем свои странички в социальных сетях, когда определяемся с методом работы, брендовые странички по-любому делаем и начинаем готовить свои сообщения, тексты, можно сначала посмотреть в шаблонах и начинаем с вами посещение вебинаров и учимся рекрутировать и регистрируем новых новичков. И объясняем им то же самое. Приводим вот так точно на вебинар, на мой или на другого спикера, для того, чтобы новичку было все понятно. Ну, видите, я пропустила эту тему, нужно было вернуться, потому что зачем делать странички, да? Вы всегда будете выполнять, ребята, дни и те же действия практически. Всегда. Наша задача написать человеку сообщение, неважно в социальных сетях, то есть разместить информацию, подать сообщение, поставить свою реферальную ссылку, человек зарегистрируется, а по вашей ссылке человека зарегистрировать правильно свою команду, свою группу, свою веточку и начинать его обучать и давать ту же самую информацию. Ребята, по поводу страничек. Давайте сразу на примере скажу, у меня 20 ресторанов, у вас один ресторан, а у кого прибыль больше, доход больше? Конечно же, у меня, потому что у меня 20 ресторанов, правда же? Поэтому у кого будет регистрации больше, у меня, если у меня 20 страничек, или у вас, если у вас одна страничка, конечно же, у меня будет больше. Вот здесь, как бы, понятный пример. Чем больше страничек, тем больше у вас возможностей, потому что странички могут блокироваться, вы можете превысить лимиты, странички могут там исчезать, пропадать, каким-то причинам, там, нарушили что-то или еще что-то, а вам нужно работать. Чем больше у вас страничек, тем больше у вас кого кандидатов на регистрацию. То есть, чем больше, тем лучше. Простой, нормальный пример. Ребят, хочу сразу сказать, новички, чтобы вы не подали транс в отчаяние, стадии, которые у вас будут. От этого вы никуда не денетесь, они просто были, есть и будут. Вы приглашаете, но никто не приходит. Такое будет, и уже у кого-то есть. Приглашаете, приходят, но не регистрируются. Такое тоже есть. Приглашаете, они приходят, они регистрируются, но они делают заказы. И такое тоже есть. Дальше будет происходить следующее у вас. Это процессы роста, стадии ваши. Дальше будет следующее. Приглашают, приходят, регистрируются, делают заказы, но у них уже никто не приходит. Потом у этих у них, которые приглашают, приходят, но не регистрируются и так далее. То есть, знаете, через это прошел каждый, 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 кто стал директором, лидером. Просто бодрость духа, не опускаем руки, это однозначно. Вспоминайте всегда, что если бы вы сдались, то лучше вам об этом бы не стало. Я об этом помню всегда. Что если я расстроюсь от того, что у меня забыли через страничку, что у меня что-то не получается, что не разобралась в какой-то теме, если я опущу руки, лучше от этого в моей жизни и моей семье не ставить. У меня там не получается, что с партнерами, виточка не так растет, как я хочу. Ну и что? Я продолжаю работать. Это не имеет никакого значения. Это мой бизнес, самый благодарный, самый лучший на свете, потому что фокус у меня на том, что у меня самая лучшая команда, у меня самый лучший бизнес. Поэтому фокус просто выставляйте правильно. И конечно, мы со старта включаемся в активную работу, работу и обучение. Стремимся попасть в закрытую группу вашего лидера, потому что есть прекрасная закрытая группа. Ребят, еще пару секунд хочу сказать об учете личных регистраций. Вы когда регистрируете ваших партнеров, пожалуйста, ведите регистрации как бы, ну правильно, не вот так вот на ручке, на листочке. Мы все-таки работаем с вами в интернете, на компьютере. Вот, к примеру, заведите папочку, учет регистрации в день под папочку, там, вашей веточки. И там ведите, к примеру, партнер, там, партнер номер один под вами, 0-1, Иванова, Маша, город, Москва. На нее какое-то досье, там, да, дата регистрации. Партнер номер два, который под Ивановой, Машей, Петрова, Василиса, город, там, Петрозаводск, и так далее. 0-3, 0-4, и так далее. Тогда у вас будет четкий учет. Можете это ввести в Excel-таблице, как вам удобно, но главное ведите учет регистрации веточек. Это не принципиально. Я просто таблицу не люблю, потому что это не мой конек на самом деле. Я такой эпидантичный, я все скрию, я все сохраняю, поэтому мне так лучше. Вот. Обязательно, ребят, сохраняйте все вопросы, какие-то ответы, которые вы видите в чатах, у себя каких-то, в ваших шаблончиках, папочках, потому что вопросы всегда будут повторяться одни и те же у ваших новичков, у ваших партнеров. Дальше. Если у вас будут какие-то отказы, ребят, не расстраивайтесь. Отказы, они есть и были всегда. Соберите вашу тысячу отказов, и вы директор, да. Отказали вам, нанизайте бусинку на веревочку. Отказали вам, сделайте зарубку на вашей фрамуге. К уровню директора вы будете иметь уникальную фрамугу дверную или оконную ручной работы, или уникальные бусы хендмей. Поэтому это здорово. Когда вас посылают, ребят, тоже не обращайте внимания на это. Как я говорю, чувствуйте себя важным поставником, и не забывайте, что каждый делится тем, чем богат. Кто-то дерьмом, а кто-то яблоками, да. Поэтому это так было, так есть и так будет на самом деле. Не нарушаем устав компании, ребят, работаем согласно кодексам, не занимаемся перерегистрациями, переманиями, никого не ругаем, никого не хаем, где неблагодарные или некультурные люди молча отписались в черный списочек и пошли работать с нормальными, адекватными людьми. Не забывайте правильно хранить информацию, возможно, кто-то это не знает. Информацию рекомендую хранить на диске вашего компьютера, D или E, какой там у вас, но не на C, потому что C это системный диск. Пользуйтесь браузерами, их у нас много. Один браузер для работы это мало, поэтому браузеров очень много, поэтому пользуйтесь разными. Вам пригодится и браузер Google Chrome, пригодится и Яндекс.Браузер, все это вы будете делать. Ребят, я пропускаю информацию, потому что время уже поджимает, и мне нужно просто закрывать рот уже сейчас, потому что Женя меня уже ждет. Ну и, конечно, ребят, самое главное, наверное, наверное, работать без оглядки. Работайте без оглядки, не смотрите на то, что там, то есть не надо делать остановки. Вы в экспресс-поезде, ребят, в экспресс-поезде нет остановки. Едем из пункта А, пункт Б, но в пункте Б передохнули и поехали дальше. Поэтому, вот как говорил наш лидер проекта, организатор Анна Черна, не пытаемся вскипятить воду, постоянно вытаскивать кипятильник. Это невозможно. Работаем нон-стопом без остановки, потому что у нас есть две новости для вас, хорошая, плохая. Вы не всегда будете менеджерами и директорами. И плохая новость, вы не всегда будете менеджерами и директорами, потому что таких уровней в компании в долгосрочном периоде нет на самом деле. Поэтому делайте свой результат. Спонсор делает свой, вы делаете свой, но он может быть значительно выше. И такая позиция, она всегда более выигрышна. Посмотрите, куда мы растем. Нам есть куда с вами развиваться, нам есть куда с вами расти. И только ваша самодисциплина, ваша самоответственность, если хотите, самообучение, вот это залог вашего успеха. Вот это залог вашего успеха. Потому что успех начинается не со спонсора, не с ваших лидеров, только с вас. Это ваш бизнес и более ничей. Все остальное, ваши спонсоры, наша команда, наши группы, это ваша помощь, поддержка, сопровождение. Но если вы не будете переставлять ноги, то ничего не будет и двигаться на самом деле. Попу нужно отрывать, от одного места. И система не будет работать, если не будет личного потребления, если не будет систематичной работы с группой, если не будет приглашения, если у вас нет цели, если вы не работаете над собой. Вот когда все это будет в совокупности, тогда будет результат. И я всегда буду говорить, знаете, когда мне говорят партнеры, у меня нет роста, у меня нет роста. Вот я всегда говорю, что если у вас не получается, вот никто не хочет регистрироваться, там твои новички на тебя не реагируют, там игнорируют и так далее. Я всегда задаюсь этим вопросом, он очень актуальный, это не в претензии кому-то, задавать это сами себе, подумай, может быть дело в тебе, ответь себе на вопрос, хочешь ли ты иметь в своей команде такого партнера, как ты, только ответ должен быть очень честный, и поверьте, он далеко не всегда приятный для вас будет, вы удивитесь, насколько они приятные, но вот ответьте очень-очень честно, максимально, будьте честны с вами перед собой, не надо перед кем-то, перед собой, и вот когда вы услышите, что нет, вы не хотите такого партнера, это будет правда, тогда вам нужно думать о том, что нужно что-то менять в себе и делать совершенно другие действия, и вот когда вы придете в единство души и разума и скажете, что да, я хочу такого партнера, как я, может быть даже лучше, вот тогда это уже хорошо, поэтому расписание вебинара находится у вашего лидера, он каждый день присылает вам. Наилучшие результаты у тех, кто погружается в процесс с головой, ребят, погружайтесь с головой, вы не пожалеете, потому что у нас действительно люди становятся и художниками, и строителями, и архитекторами, и кем угодно, инженерами своего бизнеса, вы можете здесь быть кем хотите, психологом, дизайнером, актером, кем вы не стали в жизни, вот здесь вы можете стать. Да, наша работа действительно прекрасная, она самая лучшая, и я в завершении уже, потому что время жмет, я хочу вам, не буду на анекдотах уже останавливаться, потому что я делала специально для сегодняшнего вебинара. Ребят, вот скажите мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, ну разве вот это не другая жизнь? Посмотрите, какие лица, посмотрите, какие счастливые, красивые, успешные, банкеты директоров 2016, наша экспрессочка, наша экспресс карьера, да, экспресска наша рулит. Вот они, банкеты директоров 2016, здесь и Украина, и Белоруссия, и Молдова, и Казахстан, здесь есть и Россия, это просто другая жизнь. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда, экспресска, наша экспресска на Кипре, вот буквально два дня назад экспресс карьера, да, наша, золотая конференция с уровня золотого директора, то, о чем сегодня мы говорили, вам открыты все пути, это бесплатные поездки за счет компании, была арендована целая деревня, для того, чтобы, деревня на Кипре, для того, чтобы наши девчонки, золотые директора и выше там отдыхали. Посмотрите, пожалуйста, ну разве это не другая жизнь, наша экспресска в Турции в этом году, это золотая конференция, конференция Украины, посмотрите, какие мы счастливые, какие мы успешные, какие лица, какие глаза, какое настроение, это же все светится, посмотрите, пожалуйста, а теперь посмотрите вот сюда. И это тоже другая жизнь, и только вы определяете, какой будет ваша жизнь, это тоже, они тоже зарабатывают деньги. Я не говорю, что эти профессии плохи, ни в коем случае, все профессии хороши, но выбор за каждым, выбор за каждым, просто выбор за каждым, что выбираете вы, какую сторону, правую, левую, вверх, вниз, потому что выбор есть у всех и всегда. Вспоминаем детскую считалочку, на золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, а ведь это именно про нас, ведь именно у нас из сапожника или портного можно превратиться в прекрасную принцессу, а может быть даже в королеву, просто в королеву превратиться. И вот вам, пожалуйста, наши экспресс-королевы, это только малая толика, я просто спешила и ночью уже это делала, вот они, наши экспресс-королевы, на золотом крыльце сидели, наши царицы, наши королевны, наши принцессы. Вот они в других платьях, в других нарядах, с другими глазами, с другими лицами, с другим уровнем жизни, это просто другая жизнь, поэтому мы вас приглашаем в нашу другую жизнь. Что выбираете вы, ребят? Что выбираете вы? Вот сидит Анна на конференции, вот они еще в свободные места, она говорит, ребят, я вас жду. Ребят, займите свое место, займите свое место за этим столом, займите свое место в этой жизни, просто станьте личностью, просто станьте индивидуальностью, просто смотрите на мир другими глазами, возможность потрясающая и колоссальная. Такое возможно только с любимой компанией Арифлейм, и я ее очень обожаю, я ее обожаю, я обожаю эту работу, я обожаю эту команду, я обожаю все, что с этим связано, потому что это просто другая жизнь, это моя жизнь, я желаю, чтобы у вас такая же жизнь, была такая же сумасшедшая, яркая с нашим проектом у вас, у вас, дорогие наши начинающие партнеры. Я заканчиваю вебинар, не успеваю ставить сегодня, кое-что не проговорила, не успеваю ставить музыку, сейчас будет прекрасная еще одна наша королева, прекрасный мега-спикер, вот такая же красивая, вот такая же королева, наша Женечка Янченко, вот, наверное, я не зря, я как чувствовала, что будет Женя, потому что я не зря сказала, на золотом крыце сидели, царь-царевич, да, сапожник-портной, вот как раз Женечка наша, она в прошлом, еще в недавнем прошлом, она шила, она заработала так на жизнь, а сейчас она просто прекрасная королева, понимаете, потому что человек понял, понял всю суть работы, и вот сейчас Женя будет рассказывать о том, как произошла эта метаморфоза, трансформация ее жизни. Сейчас будет очень классный спикер, очень классный вебинар в 13.00 по Москве, по Киеву, и я говорила, что сегодня день будет очень насыщенный, в 15.00 по Москве, по Киеву онлайн-тур лидера будет Аня Шарибкина, это будет очень интересно, потому что путь успеха лидера всегда интересен, это и ошибки, это и падение, это и слезки, это и победы, это всегда очень здорово, и вечером в 18.00 по Москве, по Киеву работаем в Одноклассниках для новичков, Ирина Татарникова, партнер группы Жени Янченко, будет вести вебинар для наших новых партнеров растущих. Я с вами не прощаюсь, всех люблю, целую, спасибо, что были со мной, встречаемся, наверное, на следующей неделе с вами, будет еще какая-то либо та же тема, либо уже новая. Люблю, целую, всем отличного настроения, море позитива, и встречаем буквально через 10 минут нашу Женечку Янченко, ура!